МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заявление о ходатайстве со стороны представителей СССР до начала рассмотрения дела по счету? Нет. Номер повторного ходатайства и ведения видеофиксации считают, что согласно постановлению Верховного суда, которое обязательно для судов, не предстоящее, согласно разъяснениям номер 35, немотивированные отказы введения видеофиксации запрещаются. Поэтому прошу принести определение с мотивами, по которым было отказано в будущем судебном заседании на данный момент. Если будут отказаны. Если не будут отказаны, то, соответственно, разрешить видеофиксацию. Хорошо. Цели также готовы? Согласно разъяснению Верховного суда, значит, необходимости объяснять, для чего это необходимо, нет. Ну, несмотря на это, я могу вам объяснить здесь, чем необходимо. Ну, в частности, наш жилетел находится за пределами Монус-Тобуски и хочет, скажем так, лицезреть данное судебное заседание. Аудиозаписи недостаточно будет ему, чтобы... Нет, недостаточно. Мы считаем, что данное дело имеет интерес не только с точки зрения гражданского законодательства, но и с точки зрения уголовного. Почему? Мы поясним. Очень много заявлений было подано в правоохранительный орган на сегодняшний момент. По существованию этого заявления не рассмотрено. Поэтому, я думаю, те обстоятельства, которые мы сейчас выясним в судебном заседании, будут поводом для вынесения частного определения, чтобы правоохранительные органы все-таки приняли какие-то меры для установления признаков и следов преступления. Все, да? Да. Разрешается заявление на ходатайство, пожалуйста. Второй представитель поддерживаете? Да, поддерживаю. Мы не разряжаем. Мы даже нанесем. Полагаем, что ходатайство не мотивировано. Если оно мотивировано темы обстоятельствами, что истец желает видеть, что происходит в судебном заседании, истец, находясь за пределами морозных областей, не лишен возможности участвовать в соответствии с органом по видеосвязи. Для этого он должен был подать отдельное податайство, для того, чтобы судка не встречал видеосвязь с тем местом, где находится истец. Есть еще два крючка посмотреть, да? Других доводов, как и не другая вина. Доводы, другой стороны, о том, что это нужно для правных органов, нам нужно состоять на нем не являться, поскольку никакие доказательства совершения каких-либо преступлений или попыток совершения преступлений. А наша страна отражает потерительную связь. Для того, чтобы истец понимал, что делается в судебном процессе, вполне достаточно. Поддерживаете, отечка? Поддерживаете? У меня реплика. Обращаю внимание, что объяснять, для какой цели необходима видеофиксация, нет необходимости. Еще раз обращаю внимание, что я могу вообще не пояснять. Насколько я понял из данного выступления советителя-ответчика, если бы было заранее подано ходатайство на трансляцию, то не возражал бы. Значит, обращаю внимание, что заявление о ходатайстве введения учреждения было подано заранее, в предыдущем судебном заседании. Оно имеется. Я просто его дублирую, потому что я считаю, что мы не лишили возможности неоднократно изъявлять это подательство, если, ну, в целом так, из схода, ну, по одному судебному заседанию другое. Прошу все-таки, если будут основания для отказа, мотивы изложить определение. Истец почему не явился в судебное заседание? Он на работе находится. И он имеет право вести свои дела через представителя лично. Личное участие не лишает его права вести дело через представителя. На данный момент здесь присутствуют два представителя. Значит, каждый из них, то есть из нас, даст соответствующее объяснение по иску. Я своей части, части, что касается договорного снабжения, энергетики и тому подобное. Основной представитель, он так вот в целом говорит, рассказывает. Я то, что касается энергетического снабжения и всех тех нюансов. Поскольку обладаю определенным опытом, в свое время работал в посадке регионской границы такого энергии. И было ее на энергосбург. Это гарантирующий поставщик. Я непосредственно заключал договора, вот такие, которые в деле не имеются. Очень подробно могу дать объяснение, каким образом заключается договор, как просторгается, что такое технологическое присоединение и так далее. Прошу, что-то не разрешить. Ведет кем? Присаживайтесь. Суд определил, поскольку все участия 7 статьи 10 ГПК РФ разрешения ходатайства о введении видеозаписи судебного заседания отнесено на усмотрение суда с учетом мнения представителя ответчика и ответчика, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, с чем отказывает представитель листа о введении видеозаписи в ходу судебного заседания. В связи с этим хочу подробно, чтобы было зафиксировано возражение. Считаю, что судья нарушает индивидуальное присоединение законодательства, в частности, разрешение групповного суда, в связи с тем не возникает недоверия. Поэтому заявляю отвод на данном основании, что группы нарушают специальную норму. Отвод на каком основании? На основании того, что судья пытается что-то скрыть от общественности. Основания, предусмотренные статьей 16 ГПК РФ для отвода суда. Для отвода у меня есть недоверие, несмотря на то, что я ссылаюсь на конкретные нормы. Основания для отвода предусмотрены в статье 16 ГПК РФ. Вот данные основания, которые указаны. Недоверие. Я суду в данный момент не доверяю, потому что, несмотря на мои указания, очень подробные... Недоверие не является основанием для заявления отвода. Ну, значит, так и напишите в определении. Вы же стоящие инстанции уже будут рассматривать. Вы, у меня в случае, слушатели удаляли из зала судебного суда. Я прошу прощения, если вы уже не суд, я прошу сделать замечание другой стороне, прошу ближе к делу. Вы затягивайте процесс. Вы, пожалуйста, не являетесь... Я в суду обратилась. Пожалуйста, конкретно на вопросы суда отвечайте. Конкретные основания в статье 16. При предыдущем рассмотрении дела участвовал в нем в качестве помощника, судей, прокурора, секретаря, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика. Является судебным примирителем по данному делу. Является родственником или свойственником кого-либо из лиц участвующих в деле и их представителей лично, прямо или косвенно заинтересованных в исходе дела. Либо имеются иные обстоятельства, вызывающиеся мнение в объективности и беспристрастности. Вот какое из этих оснований вы полагаете в данном случае? Имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности. Значит, уважаемый суд, я хочу все-таки обратить внимание, когда я выступаю, да, что-то говорю, прошу меня не перебивать и сделать замечание представителя-ответчика, потому что это недопустимо. Все у вас, ходатайство? Я попросил сделать замечание представителя-ответчика. Суд не усматривает основания для замечания представителя-ответчика. То есть можно перебивать? Хорошо, я учитываю. Перебивать нельзя, но суд... Давайте мы не будем отвлекаться, вы заявили ходатайство, давайте мы разрешать и будем ваше ходатайство. Давайте разрешим, сначала это, потом я заберу по поводу предвзятости и по поводу введения судебности. Второй представитель, поддерживаете заявленное ходатайство? Вы можете пояснить, по каким основаниям? Ваше мнение? Я разрешаю на судном искателю и в основании предусмотренную статью 16 Гражданского специального кодекса Российской Федерации для заведения отвода. Суд определил удовлетворение ходатайства об отводе судьи. Перечисленные в статье 16 ГПК РФ обстоятельства, являющихся основанием для отвода судьи, указанных в статье 16, при рассмотрении настоящего гражданского дела, отсутствуют. Наличие таких обстоятельств представителям ответчика не указано, личной, прямой или косвенной заинтересованности в исходе рассмотрения настоящего заявления у судей не имеется. Приведенные доводы об обстоятельствах, которые вызывают у представителя истца сомнения в объективности и беспристрастности судей ничем не подтверждены. При таких обстоятельствах оснований для отвода и самоотвода по данному делу не имеется, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленного ходатайства об отводе суд не усматривает. Пожалуйста, еще о ходатайстве. Значит, у меня второе основание для отвода, значит, в связи с тем, что судья не усмотрел нарушение порядка судебного заседания, а именно, когда представитель ответчика перебивает представителя СССР во время, когда он дает возражение, не усмотрел в данном случае нарушение порядка, я считаю, что здесь также присутствует не объективность и предвзятость, потому что такие засказывания со стороны представителя ответчика сбивают представителя СССР и считаю, что необходимо сделать замечание, но замечание сделано не было, в связи с этим усмотрел предвзятость. Также прошу разрешить данный вопрос в виде определения об отводе. Суд определил заявленное, что ходатайство уже разрешено судом в порядке ст. 166 ГПК РФ. Судом вынесено определение об отказе выделения ходатайства об отводе. Неоднократные заявления, аналогичные по своему содержанию ходатайств, которые уже были разрешены судом в ходе рассмотрения настоящего дела, расцениваются судом как злоупотребление стороной листца процессуальными правами и как нарушение порядка в судебном заседании. За нарушение лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющие законным распоряжениям председательствующего после предупреждения, могут быть удалены из зала судебного заседания на все время судебного заседания, либо на его часть. За повторное нарушение порядка судебного заседания лица, присутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания на все время судебного заседания. В силу строительства части 3 ст. 159 ГПК РФ суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявление ими неуважения к суду. Поэтому, учитывая повторное заявление аналогичного ходатайства об отводе судей, которое уже было разрешено судом, суд не разрешает данное ходатайство. Прошу зафиксировать мои возражения. Считаю, что мое изначальное основание по заявлению отвода и второе заявление об отводе, они имеют разные основания, в связи с чем считаю, что мое второе заявление об отводе не было рассмотрено. Поэтому, просто, что-то зафиксировать. Дальше, если судья рассматривает общие основания и считает, что нет необходимости рассматривать определение, выносить определение по поводу отвода, это на усмотрение судей, но я считаю, что это также является специальным нарушением. Дальше, не вижу смысла заявлять очередные отводы, но я считаю, что этих двух отводов достаточно для того, чтобы сделать соответствующие выводы для суда высшестоящей инстанции. Спасибо. Также, уважаемый суд, поскольку у нас требования сформированы из требований компенсации стоимости организации электроснабжения, а также септика и водоснабжения, то электроснабжение были представлены документы, подтверждающие оплату по септику. Ну, нам документы только были переданы по поводу того, что там, ну, как я вижу, возможно, правильным образом устроили систему отвода отвода. Но, тем не менее, остается вопрос по поводу стоимости устройства складажа. Вот, ответчик заявил, что в настоящий момент стоимость рассчитать невозможно ввиду конструктивных особенностей производства этих работ. Но, тем не менее, для того, чтобы более точно установить возможную стоимость устройства, мы находимся на значении экспертизы. Давайте мы сначала, может быть, послушаем, а потом, после опроса по существу заявленных требований, уже будем разрешать ходатайство по экспертизе. Не возражаете или полагаете, что оно сейчас должно быть разрешено? Мы полагаем, что тем не менее, когда они следят, они не будут настолько точны и юнки, как в составе экспертного заключения сделанных экспертов. Нет, мы еще не перешли к опросу по существу. Мы откладывали в прошлом судебном заседании специально, чтобы представитель СЦА мог выразить свою позицию по делу. Полагаете, целесообразно, может быть, после тогда высушивания мнений, в том числе и вас, по заявленным требованиям? Можно, да. Я предполагаю, нужно сейчас принять ходатайство, но рассмотреть вопросов позже. То есть, ну, чтобы мы сейчас не забыли, в руках мы висли, просто передать в суд, чтобы делали общение. Пожалуйста, для стороны тогда, чтобы сторона успела ознакомиться для разрешения указанного ходатайства. Дополнение второго представителя по заявленному ходатайству имеется? Да, я считаю, что мы приняли приобщить и рассмотреть, как сейчас будет. Хорошо. Суд определил приобщить представленное ходатайство к материалам дела. Вопрос разрешения ходатайства о назначении судебной экспертизы. Разрешить после опроса сторон по существу заявленных требований и после опроса свидетелей. Больше ходатайства не имеется на данной стадии? Разрешается вопрос. Вы можете начать рассмотрение дела по существу при данной явке в отсутствии НИВИШ со свидетельствами из ЦАН и представителей третьих лиц. Не возражаете? Не возражаю. Не возражаю. Суд определил начать рассмотрение дела по существу при данной явке. Докладывается материал отдела. Кузнецов обратился к суд с иском к Пишеру. С учетом уточнений с кого-то требований. Местец просит отыскать с ответчика своей пользы. Денежные средства в размере 59 161 рубль. Денежные средства в размере 1 073 400 рублей в качестве убытков, вытекающих из необходимости несения истцом расходов по обеспечению дома водоснабжения. 438 700 рублей в качестве убытков, вытекающих из необходимости несения истцом расходов по обеспечению дома септиком. и 500 тысяч рублей в качестве убытков, вытекающих из необходимости месения ИСЦОМ расходов по обеспечению дома электроэнергии. Представители ИСЦОМ требования поддерживаете уточненное? Да, поддерживаю. Ответчик, представитель ИСЦОМ согласна. Пожалуйста, представители ИСЦОМ, слово вам для обоснования заявленных требований, пожалуйста. Кто будет давать пояснение первым? Значит, уважаемый суд. 5 октября 2019 года между ИСЦОМ ответчиком подключен договор о продаже жилого дома по адресу Московская область, город Пола, ДНК, область, 8-я линия, зону 195. По устной договоренности между ИСЦОМ ответчиком, ИСЦОМ в период до конец марта 2022 года пользовался коммуникациями, которые были расположены в доме в том числе 3 года, сомжением электроэнергии, сомжением водоотведения. 11 марта 2022 года со стороны ответчика были предприняты действия по отключению дома от электроэнергии, что привело, во-первых, к повреждению оборудования, стоимость которого зафиксирована в странной ранней данной экспертизе. И, во-вторых, после этих событий ИСЦОМ стало очевидно о том, что подключенные в доме коммуникации, они соответствуют тем требованиям, которые должны приведяться к данным коммуникациям. То есть все подключения электроэнергии, водооснабжения, водоотведения, они организованы через земельный участок и через соседний дом, принадлежащий ответчику. Самостоятельность использоваться этими коммуникациями не может. И, по сути, наличие точек подключения данных коммунальных ресурсов полностью зависит от ответчика. После 11 марта 2022 года к дому полностью отключено водооснабжение от электроснабжения. ИСЦОМ полагает, что поскольку, в соответствии с договором, как купли-продажи дом числится как жилой, этот дом должен быть изначально обеспечен точкой подключения коммунальных ресурсов, которые позволяли ему полностью и самостоятельно, автономно пользоваться данным домом. В настоящий момент, ввиду его отключения от коммунальных ресурсов от ответчика, и также из-за того, что дом изначально не был оборудован, а в ближайшем будущем системе коммунального оснабжения, ИСЦОМ был вынужден понести расходы на подключение электроэнергии, которые составили 500 тысяч рублей. Также в дальнейшем он будет вынужден нанести расходы на устройство скважины, для извлечения дома кода отведению, стоимость включения, которую мы как раз просим перед на основании экспертизы. И полагает, что в земельном участке должен быть оборудован сервис в соответствии с требованиями технического уголовного законодательства. Следовательно, правильный предмет заключения и получив отказ от удовлетворения требований, СССР обратился в следующий мысль, который его не поддерживает по моему мнению. Скажите, пожалуйста, в прошлом заседании выясняли на основании какой нормы заявлено вами требование об обзыска денежных средств в размере 59 161 рубль. Это 1064 ГК РФ, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, чем подтверждается, что именно в результате действия ответчика ИСЦУ был причинен ущерб на указанной сумме? А в материалах дела есть ответ на претензии ответчика, которому он прямо указывает о том, что электроэнергия была отключена. Ответчиком было направлено СМС-сообщение о том, что дом был отключен от электроэнергии. Это один, что уже ответ на претензии ответчик показал, что да, действительно, дом, он снастоит отключал дом от электроэнергии. Письма введите ответ на претензии. Да, письма нет. 25 августа 2022 года введите ответ на претензии. 10 августа Вами в адрес Фишера направлена претензия в порядке до судебного регулирования спора. Да, ответы не там вначале. Есть и многое, что есть в традиционном уведомлении. И туда ближе в начале есть в письменном уведомлении об отключении электроэнергии и водоснабжении. В течение недели предлагалось предпринять меры по сохранности этого. Так, пожалуйста, где здесь указано, что Фишер указывает, что он самостоятельно произвел отключение? Здесь мандатство. Здесь из претензий усматривается, что Вы. Дальше приводятся обстоятельства по претензии. Далее в претензии усматривается. То есть в первых абзацах перечисляется, что в претензии указано. Потом дальше, полагаю, претензии не основаны на законе, в следующую. То есть здесь приводятся обстоятельства, указанные в претензии Кузнецова, представителя. Видите? Направлена претензия, есть претензии усматриваются, далее есть претензии усматриваются. То есть это приводится к обстоятельствам, которые указаны в самой претензии. Скажите, пожалуйста, чем Вы все-таки подтверждаете, что именно в результате действия ответчика был причинен ущерб? Можно угадать и подтолкать с содержанием этой претензии. Ну, помимо, хорошо, если это Ваш столб, да помимо этого, чем еще подтверждается, что именно ответчик причинил ущерб на указанную сумму? Значит, уважаемый, если было направлено уведомление, СМС-соведомление о том, что Ваш голос будет отключен. Уведомление, что будет отключен. Да, так же здесь не нравится. Еще раз тогда вопрос, будет отключен. Сообщаю, что согласно уведомлению, 4 марта направлен по месту Вашей регистрации. Дом в поселке ДНП Кола, номер 195, находящийся в Вашей собственности, отключен как от вода, так и от электроснабжения. В связи с чем, в случае, если у Вас имеется возможность принять меры к сохранности имущества, воспользуйтесь таковой. Что из этого следует, что именно ответчик произвел самостоятельное отключение? Я хочу обратить внимание, что эти документы, они уже подтверждают самое главное. В материалах дела имеется письменное уведомление, где указывается, что в течение недели будут произведены отключения электроснабжения, водоснабжения на основании решения собственника. Скажите, пожалуйста, кем производилось отключение дома истца от электроснабжения? Я думаю, мы этот вопрос выясним. Если Вы заявляете как сторона истца требования возмещения убытков, Вы обязаны доказать, что именно ответчик является лицом, в результате действия которого возник ущерб. Поэтому, соответствующий вопрос, если Вы предъявляете требования к ответчику, по Вашему мнению, кем произведено отключение? Вы уясняли ли Вы этот вопрос? Уважаемый суд, мы можем открыть письменное уведомление? 4 марта? Нет, раньше. Какое? Семес, сообщение. Где-то в начале дела, первого дома. Что имейте Вы сейчас в виду? Что нужно судьбой огласить? Письменное уведомление, которое было направлено по почте, как они утверждают, о том, что будет отключение электроснабжения и водоснабжения. Этот документ находится в начале дела. Вы его предоставляли? Нет, вы его предоставляли. Вот, да, вот он. А 4 марта? Настоящему сообщаю, что принадлежащий Вам на праве собственности жилой дом, расположенный в ДНДП «Акола». В течение недели будет отключен отвода электроснабжения. В соответствии с решением собственника на земельном участке расположены соответствующие коммуникации. Прошу принять меры к сохранности имущества. Вы полагаете, что данное уведомление подтверждает, что действия по отключению электроэнергии были произведены именно самим ответчиком? Знаете, он... Либо по его поручению. Естественно, да. У нас, я не думаю, что собственными руками он это делает. Естественно, он привлекал какую-то организацию, которая имеет соответствующую лицензию на электроэнергические работы и тому подобное. Но в любом случае эти вопросы у меня возникнут. В той организации, которая это производила, как они удостоверились, что это, скажем так, они имеют право делать? Вы знакомились с материалами дела, с отзывом на исковое заявление ДНСО и КОЛО? В том числе, в чем суть, в чем рассматривают и само правду, и много чего еще. Хорошо. Вот из этого документа однозначно видно, что инициатива... Подтверждайте, что уведомления от 4 марта 2022 года, которые мы сейчас озвучивали, и СМС-сообщения, которые были получены, то есть вот это уведомление и СМС-сообщения, которые СУР только что озвучивал, они были получены из ЦОН. Все это не оспаривает. Разрешите, я как бы сразу точку на ногу поставлю. Давайте на вопрос сначала, а потом поясню. Я такую информацию не подтверждаю, я обращаю внимание на материалы дела, которые имеются, из которых явно следует, что инициатива по отключению была у ответчика. Я не подтверждаю и не опровергаю, было это направлено, не было это направлено, получал, мой доверитель эти документы, не получал. Я говорю о том, что мое дело есть, я ссылаюсь на это. Вопрос о том, подтверждаю я получение этих документов, либо не подтверждаю, выходит из-за рамки того вопроса, на который я сейчас даю пояснение. Но вы же знакомились с материалами дела, и данные документы были представлены в материалах дела. Почему вы у своего доверителя не выяснили, действительно ли он получал такие документы? Я все выяснил, но на данный момент пояснение по данному вашему вопросу я не готов давать. Второй представитель готов дать ответ на данный вопрос? Есть ответ, но я не буду пока давать. Второй представитель получал или не получал уведомление и смс? Тоже не готов. Так. Скажите, пожалуйста, меры были предприняты истцом по сохранности его имущества в марте месяце, когда стало известно о том, что дом будет отключен. Давайте мы с вами все-таки, пока мы еще второго представителя не слушали. Вы нам поясняли, что Вороновая такая, которая следила за домом. Представили самостоятельно переписку от Вороновой с лицами различными, где она выясняла вопрос, почему был отключен дом электроснабжения. Вот учитывая, что истцу было известно все-таки о том, что дом отключен, какие меры по сохранности имущества были предприняты самим истцом? А вы имеете в виду лица вот этого города, который прожил? Истец, собственник, как он уже дальше распоряжался, ему сообщили, что будет отключен дом от электроснабжения. Соответственно, он должен был понимать, какие могут наступить последствия. Вот он какие-то меры принимал. Ну, с учетом того, что истец, большую часть времени находится на море, у него не было возможности оперативно предпринимать его действие для сохранности дома. К лицу, который осуществляет осмотр дома и следит за ним, к нему он обращался, указывал, что необходимо что-то, какие-то меры предпринимать, чтобы дом не замерз? Ну, он обращался, но, тем не менее, опять же, с учетом того, когда была включена электроэнергия, уже какие-то меры, они не позволили избежать поломки оборудования. Мы увеличились, но в таком случае. Скажите, пожалуйста, а 5 февраля вот переписка, где истец указывает, ты не выслал мне потери, мне вызывать монтеров, переподключать, ты собрался мне дом отрезать от электричества, ты мне дашь его в аренду сдать, что с водой, что с забором? Когда я должен перекинуть электричество по твоим представлениям, когда я должен перекинуть воду по твоим представлениям? Ну так, 5 февраля 2022 года. Отключение произведено было 11 марта. Вот скажите, пожалуйста, вот эти вот переписку. Не предпринималось никаких действий. То есть дом не протапливался. Еще раз объясняю, причем того, что истец находится. Ну, Вороновый, Вороновый. Никаких действий не предпринималось. Учитывая, что его в городе нет, Воронова следила за домом. Не могут какие действия предприниматься. Скажите, пожалуйста, а почему явку Вороновой не обеспечили? Еще в позапрошлом судебном заседании суд предлагал вам обеспечить явку Вороновой судебности. Почему вы, учитывая длительность рассмотрения дела, не обеспечивали ее явку в каждое судебное заседание? В прошлое, в настоящее? Мы поставим на том, что вы вкладывали на средний экспертизу, а что значит, в любом случае, я остановлюсь по делу на значение следующего заседания в пользу данной экспертизы. Поэтому мы готовы обеспечить автору, в первую очередь, в заседании после проведенной экспертизы, после получения результата. По поводу остальных требований, которые у вас, требования по обеспечению дома водоснабжением, септиком, электроэнергии. В прошлом заседании поясняли, что ссылать в обоснование данных требований на какие нормы? На 15-ю, если есть у гражданского кодекса? Нет, 15-ю, вы бы нам про первое требование говорили. А по второму требованию? Я согласен на то, что расходы по электроэнергии, это уже расходы, которые, естественно, принялись для восстановления своего права. А расходы по устройству септика и скважины, это расходы, которые, естественно, будут вынуждены поместить в восстановление своего права. Какой нормой предусмотрено взыскание вообще? Данных денежных средств. Высылать 556-я ГК, 557-я ГК и 475-я ГК. И мы по поводу 15-й и 475-й в прошлом заседании подробно выясняли, и сейчас вы нам опять совершенно иное говорите. Поэтому суд вас и спрашивает в настоящее. На какой нормой высылались обоснования данных требований по септику, скважине и электроснабжению? Значит, мы полагаем, что поскольку предметом номера являлся передача жилого дома, должен был ли он в силу? В части 2-й и 16-й Рождественного кодекса дом, который висит в течении определенную гуманитарскую проживание. Соответственно, это объект распоряжения вода, распоряжения вода, отведения. Какой нормой предусмотрено взыскание? У нас гражданский кодекс большой. Просто убытки, убытки тогда обосновать, из чего они вытекают, убытки. На 475-й это всылаетесь или нет? У вас в уточненных требованиях указано на основании пункта 1 статьи 475 Гражданского кодекса. То есть, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков разума срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. По данному основанию вы идете? Да, по значению расходов, которые направлены в состояние недостатков. То есть, 475-й все это? Да или нет? Ну, вы правовое обоснование должны, как сторона истца, указать суду правовое обоснование ваших требований. И суд уточняет. Так вам два раза вопрос в суд задал, вопрос, какой нормой вы руководствуетесь, и вы не отвечаете. У вас дополнение? Ну, я, может быть, выскажу свою точку зрения. Я считаю, что мы находимся не в арбитражном суде, а в суде учили с дикцией. И на данный момент судья уже сам определит какую статью применять. Нет. А чем у нас предусмотрено, что суд у нас должен самостоятельно определять нормы права, которой нужно руководствоваться? Потому что я повторюсь. Чем это, причем здесь, в каком суде мы, вы, сторона истца, и вы должны указать правовое обоснование, как сторона истца. И вы должны, в первую очередь, по возмещению убытков доказывать. Мы будем доказывать обстоятельства. Так вот, пожалуйста, норму тогда назовите. Назование какое вы требуете вообще? На основании 15-й статьи гражданского кодекса. Возмещение убытков. Это? Можно, с этого вы подытожите. Тогда это расходится с вашими уточненными требованиями статьи 15-й. Если вы сейчас ссылаетесь просто на 15-ю статью... Есть прав, представленные нам в статье 15-й статьи гражданского кодекса. Размещение своих расходов на основании пункта 11-й статьи 14-й статьи гражданского кодекса. Все-таки 475. К чем мы начали, к тому пришли. 475 все-таки. Да. И, соответственно, заявляем расходы, которые уже нами будут понесены на отключение электроэнергии. И заявляем расходы, которые потенциально нами могут быть понесены на отключение водоснабжения и устройства септика. По поводу септика, с учетом представленных договоров от администрации, ну, конечно, вопрос сложный. Тем не менее, мы свой вопрос с экспертизой не хотим исключать. И хотим все-таки установить, в том числе, может быть, организован. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на момент заключения договора купли-продажи дом был оборудован электропроводкой? Уважаемый суд, у нас как раз в экспертизе, значит, один вопрос остается, о том, каким инженерным договоров от администрации был оборудован. В принципе, с инженерным договоров от администрации, ну, если вы поставили данный вопрос для эксперта, хорошо разреши. Ну, а сейчас, вы выясняли, мы данный вопрос вам задавали уже в прошлом заседании. Сейчас мы с доверителем поговорили по поводу данных обстоятельств, может быть, что-то хотите дополнить? Поскольку институт сосчитал оплату коммунальных услуг, я полагаю, что в тот момент, возможно, он был оборудован инженерной коммуникацией, но, тем не менее, устроен он таким образом, что возможность использования инженерной коммуникации привело в прямой зависимости от ответчика. То есть, не оспаривайте, что был оборудован электропроводкой, что были коммуникации для подачи воды, для отвода воды, для стоков? Я предполагаю, что у нас было, а вот как раз точный вопрос, может быть, есть экспертиза, поскольку в виде коммуникации работы в доме не проводится с домами. Ну, помимо работы, сяду с заключением... Как правило, а из СУ было известно о том, что дом обеспечивается ресурсами за счет ответчика на момент заключения договора купли-продажи? Уважаемый суд, он как обычный, ну, как человек местной профессии, он не вникал в этот момент, ему был продан дом, он пользовался коммуникациями, платил за... То есть, у него вопросов не возникало, почему он платит за ресурсы ответчику, а не непосредственно ресурсы, снабжающие объединение? Он даже, я думаю, что не... ну, не обладает, кто-то, наверное, познает, он как-то должен быть, если он купил дом, на тот момент, когда еще были хорошие взаимоотношения... А он не знал, что скважины нету на земельном участке? Ну, у него была вода все это время, поэтому он не изникал этих вопросов. У него была вода, у него было электричество. Поэтому он купил дом... А то, что точки присоединения не было, он тоже не знал? Нет, в основном. В электросетях. Ну, давайте мы сначала с одним представителем, потом мы вашу позицию езжаем. Просто вы можете на те же самые вопросы нам потом и ответить. Я с точки зрения, скажем так, специалиста дам пояснение по поводу всего вот этого. Потому что я то, что сейчас слушаю, у меня немножко начинает коробить. Уважаемые стороны, давайте не нарушать порядок. Подождите, пожалуйста. Присаживайтесь. Представители СЦА Горлов. Давайте мы с вами закончим. Вы нам сейчас даете пояснение, мы потом второго представителя послушаем. Давайте сейчас не будем прыгать от стороны к стороне и представителя к представителю. Если полагаете, что второй представитель ответит, так нам и отвечайте. Что вы не можете ответить, второй представитель пояснит. Скажите, пожалуйста, еще ссылайтесь на положение статьи 10 ГК. В чем заключается злоупотребление правом со стороны ответчика? Злоупотребление права мы считаем в тот момент, что отвечили, зная о том, что, естественно, находится полная зависимость от его воли по поводу сомжения коммунальных ресурсов. Но он предпринял ряд действий для того, чтобы прекратить доступ. Считаем, что это было бы требуемое право. Ваше мнение по заявленному ходатайству о пропуске срока исковой давности по требованиям о... Да, я понимаю, что на срок срок сроку данности составляет 3 года, с момента лицо узнало, либо должно было узнать, о нарушенном праве. Значит, ТСССР, министром позиции, о том, что лицо узнало о нарушенном праве только в момент отключения коммунальных ресурсов в 2022 году. До этого он не предполагал о том, что его в том, отключенном срока не доставлено. Какие-то иные технические моменты вот как раз... Хорошо, пожалуйста, слушаем вас теперь. Был введен в эксплуатацию, призван жилым, был оборудован, естественно, всеми коммуникациями касаемо электроснабжения, водоснабжения и так далее. Более того, этот ресурс коммунальный предоставлялся, оплачивался. Сейчас отдельно я поговорю, кем оплачивался и почему оплачивался. Какой коммунальный ресурс? Электроэнергия. Значит, то, что касается технологического предсоведения, естественно, и договор был заключен с ресурсоснабжающей организацией, но там гарантирующим поставщиком, неважно. Кем договор заключен, с кем? Я сейчас все пояснюю. Значит, с момента... Договор считается, что энергоснабжение заключен с момента фактического присоединения. То есть наличие бумажки, по большому счету, не имеет, ну, под бумажками договора, не имеет никакого значения. Уважаемый представитель, ответчик, можно вам сделать небольшое замечание, эмоции? Давайте. Хорошо? Да. То есть, ну, я могу просто элементарную аналогию привести. Вот в многоквартирном доме человек продает квартиру, да, соответственно, кританцы продолжают приходить на старого собственника, пока человек не заявится, не скажет, что это новый собственник, и кританцы переформляют и считают, что это на нового собственника. Точно так же и в данной ситуации. То есть, в любой момент, даже сейчас, не мешает ничего собственнику дома заявить соответствующее заявление, сказать, что вот теперь я собственник этого дома, соответственно, переоформите на меня договор энергоснабжения. Что, в принципе, должно было бы сделать, потому что по правильной схеме счета должно приходить на собственника, а собственник должен оплачивать. Почему так произошло? Ну, я так понимаю, родственные отношения, хорошие отношения, и, соответственно, ну, не хотели, видать, этим заниматься, переоформлением и тому подобное. Вот, я так понимаю, отношения испортились и привело к этому конфликтной ситуации. Значит, самое главное, что договор купли-продажи предусматривает продажу жилого дома, он был продан со всеми коммуникацией, со всеми ресурсами, совсем-совсем дальше нужно было просто переоформлять. Значит, что мы имеем? Значит, на момент продажи этого дома другого дома еще не было. Это единственный дом был, который был на этом участке, точка, соответствующая, была подключена, присоединение, было электроснабжение, был заключен договор, все, как говорится, было и вода, и скважина, и все остальное. Дальше за счет вырученных денег происходило новое строительство нового объекта недвижимости. Соответственно, будет возглавлено ходатайство чуть позже о том, чтобы все-таки установить, это завершенное строительство, незавершенное, жилой этот дом. Есть выписка из Единого государственного реестра прав, где указано, что все завершено и поставлено на учет. Ну, есть поправленные вопросы, я потом поясню, там с номерацией путаницы и тому подобное. Значит, когда дом был уже продан, началось строительство другого дома. Естественно, были такие, ну... Какой дом продан, строительство какого начато? Совсем понятно, вы либо кадастровые номера называете, либо номер дома тогда, чтобы было понятно. Существует соответствующая путаница. Значит, был дом номер 189. Это дом, который был продан доверителю, то есть ИСЦУ. Там он корпус 1, корпус 2 называется. Потом начался строиться другой дом. Вот в связи с этим и есть большая путаница. Потому что, если мы заходим в кадастровый вот этот вот, там где карта, схема нарисована, там другая номерация. В выписке третья номерация. Каким образом это все оформлялось, сейчас нужно выяснять. Так вот, когда начался строиться второй дом, по каким-то соображениям номерация изменилась. Появился корпус 1, корпус 2. Вы не путаете сейчас номера домов с земельными участками, нумерацией земельных участков? Ну, я надеюсь, что мы путаем. Хотя есть материал дела, вы сейчас называете нумерацией земельных участков. Смотрите, очень простой вопрос. На момент продажи дом какой имел номер? Кто-то обречается. Не дом, земельный участок. Но мы же продавали дом, договором купли-продажи, это взвод на продажи дома, правильно? А вы с отзывом ДНПКОЛа знакомились? Да, знакомились. Хорошо, продолжайте. Ну, давайте я поясню свою точку зрения. Тут много очень вопросов вообще, что с нумерацией творится, вообще как это все происходило. И у меня есть предположение, почему такое произошло. Ну, это я отдельно выскажу. Значит, строился второй дом. Соответственно, это родственные отношения, не хотелось переопорвать, и, ну, подобное, согласие, несогласие, самовольно, несамовольно. Часть электроэнергии ответчик брал с точки присоединения того дома, который был продан. Понятно, инструмент должен работать, жить там нужно. То есть, производилось строительство дома. И, соответственно, так получилось, что уже два объекта было запитано. И дом, который был продан, и дом, который строился. И в конечном итоге потом был введен в эксплуатацию, если он введен в эксплуатацию и установлен как жилой. Но ДНП КОЛО обратило внимание, что вот это вот переподключение, которое там было произведено, ну, какие-то работы, что оно не соответствовало определенным требованиям. И предъявило, скажем так, почему-то не собственник у дома. То есть, Кузнецовы, полагаете, должны были предъявить требованиям? Нет, ну, да, ну, по логике и так. Они обнаружили какое-то там подключение, я так понимаю, несанкционировано. На чьем земельном участке? Смотрите, сейчас я поясню. Здесь вообще не имеет вопрос, на чем земельном участке. Нет, почему же не имеет значения, если вы полагаете, что требование должно быть предъявлено к ИСЦУ, на чьем земельном участке располагается опора, которую ДНП КОЛО было предложено убрать. Хорошо, давайте я тогда отлечусь, чтобы пояснить, что такое технологическое присоединение и как заключается договорное насоснабжение, что такое последовательное, а непосредственное подключение. Значит, любой объект, электрооборудование, назовем так, дом, это электрооборудование, подключается к сетям, электросетям, либо непосредственно, либо через владельца другой сети, ну то есть опосредовательно. Вот в данном случае ДНП КОЛО имеет свою сеть, столбы там стоят, все, они их эксплуатируют. Соответственно, у них заключен свой договор с гарантирующим поставщиком, то есть у них есть общий счетчик, у них приходит, они платят по этому счетчику. На основании чего вы сейчас это говорите? На основании того, что я знаю, и на основании тех документов, которые имеются в ФИЛИ, потому что в приложении к договору энергоснабжения идет ссылка на этот договор с ДНП КОЛО. ДНП КОЛО нам отвечает в отзыве, отмечает, что электроснабжение земельных участков осуществляется поставщиком электрической энергии на основании прямых договоров, заключенных между атом-энергосбыт и собственником земельных участков. Да, правильно. Вот я пытаюсь давать... Какой тогда договор заключен между ДНП КОЛО и гарантирующим поставщиком? Если вам номер нужен, давайте откроем приложение энергоснабжения, вам скажу, какой-то ответ на номер. Нет, не номер, какой договор заключен? Договор энергоснабжения. Между ДНП КОЛО и атом-энергосбыт? Да. Он есть в материале? Мы можем его затрекнуть, но ссылка на него есть. Вам только что суд озвучил, что ДНП КОЛО нам отвечает, как третье лицо, что у него никаких договоров не заключено? Давайте я все-таки поясню, я закончу мысль. Я пытаюсь для вас довести, что этот договор существует, ссылка на него из материала в дело, сейчас мы на это обратим внимание. В принципе... Какой лист делал на тебя ссылка, чтобы суд пока открыл, пока... Да, приложение к договору энергоснабжения, там, как правило, приложение номер один. Я прям по памятнику помню, я с этим вопросом занимался. Продолжение, пожалуйста. То есть, есть потребитель у атом-энергосбыт в виде ДНП КОЛО, с которым заключен договор. То есть, стоит общий счетчик и идет употребление по этому счетчику на все вот эти жилые дома, которые там есть, есть соответствующие потери в сетях ДНП КОЛО. То есть, каким образом определяются потери? То есть, мы вычитаем потребление всех частных домов, на входе потребления, вычитываем из общего потребления домов. Вот эта вся разница, это есть потери в сетях. Это большие потери, они потом пропорционально раскидываются между всеми собственниками этого. Ну, по аналогии, как потери внутридомовых сетях, ну, в многоквартирном доме. То есть, аналогия стопроцентная. Так вот, любой собственник имеет право заключить договор напрямую с гарантирующим поставщиком, но обязательно, чтобы не было неосновательного обогащения, это учитывается. То есть, приходит собственник, ну, допустим, истец, приходит в атом-энергосбыт и говорит, я хочу заключить договор напрямую. Я не хочу оплачивать квитанции ДНП КОЛО, а хочу, чтобы вы мне выставляли квитанции, я буду оплачивать. Тем более, ДНП КОЛО говорит, что мы напрямую договор не заключаем с собственниками на гарантируемый дом, говорим, идите в гарантирующую поставщику, напрямую заключайте договор. Что и происходит. Соответственно, когда приходит, поставили новый дом, приходит собственник и говорит, я хочу с вами заключить договор. они заключают, принимается к учету счетчик на этот дом. Соответственно, обязательно вносятся изменения в основной договор с ДНП КОЛО и гарантирующим поставщиком. То есть, там краток вещества, вот, вычет должен этот быть. То есть, то потребление, которое происходит в жилом доме, оно обязательно вычитывается из договора. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас это к чему? У нас объем потребляемых услуг сейчас оспаривается. Я к вам это говорю к тому, чтобы понять вообще, каким образом заключен договор. Потому что то, что я слышу в УЗР, вопрос, там, подключен, не подключен. С момента, как в договор, как в дом вообще просто, если есть выражение, включили рубильник, все, договор считается заключенным. Вопрос о том, кому выставляет счет гарантирующий поставщик на оплату, это другой вопрос. Но договор заключен. Скажите, пожалуйста, а почему счета тогда выставлялись на имя ответчика, а не вашего доверителя? Вот я и к этому и веду, что новый собственник не сообщил гарантирующему поставщику, что он теперь собственник этого объекта. Ну, так же, как и многие покупатели, покупают квартиру на квартире в доме и не сообщают в управляющей компании, что я собственник, ресурсов на джазе не сообщает. Соответственно, идут старые квитанции. Ну, наверное, вы знаете такое. Скажите, пожалуйста, а почему ответчик должен был сообщать поставщику, учитывая, что между ответчиком и Атомэнергосбыт был заключен договор 12 сентября 2014 года, договора энергоснабжения? Что он должен был сообщить? Что продан дом? Либо что не совсем понятно. В данном случае ответчик не должен сообщать. Но вы собственник, вы говорите. Это должен делать новый собственник. По фамилиям, тогда конкретно к нашей ситуации, кто должен был кому что сообщить? То есть не кто-то и что-то должен был сообщить. Уведомить о том, что у меня заключен, что я теперь собственником этого объекта электроснабжения. Он уведомил? Не уведомил. Почему? Потому что у них были такие отношения и, видимо, не было в этом необходимости. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, уведомил, не уведомил, это другая история. Сейчас немножечко говорю о другом. Я говорю о том, что договор заключен. То, что договор сейчас на бумаге, но там нет предмета договора, потому что у собственников не принадлежит этот дом. Этот договор принес и утратил все. Вы полагаете, что договор между Кузнецовым и Атомэнергосбытом был заключен когда? Договор заключен на электроснабжение этого дома. Когда заключен? С момента, как он стал собственником. С какого? С октября 2019 года. С 5 октября 2019 года, да? Да, с 5 октября 2019 года. То есть, как только он стал собственником, время по содержанию имущества, эксплуатации и тому подобное возлагается на собственника. Соответственно, Фишер уже не является никакой стороной договора на энергоснабжение и тому подобное. Он выбивает из этого договора. Скажите, пожалуйста, почему тогда Кузнецов оплачивал Фишеру потребленные услуги? Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что законных оснований Фишеру брать деньги не было. Здесь нужно разбираться, на каком основании он брал деньги. Естественно, что он... Нет, вопрос не на каких законных основаниях Фишер брал деньги. На каких основаниях, по каким основаниям Кузнецов перечислял Фишеру за потребленные коммунальные услуги за электроснабжение Фишеру. Зачем? Зачем Кузнецов Фишеру перечислял деньги за электроэнергию? Если вы полагаете, что договор был уже заключен с момента наступления права собственности. Уважаемый суд, вот мне, Кузнецову, и кому угодно ничто не запрещает кому-то перечислять деньги. То, что Фишер по собственной инициативе либо по просьбе Кузнецова эти деньги перечислял гарантирующим поставщику, в сути дела не меняет. Договор заключен между Кузнецовым энергоснабжением и гарантирующим поставщиком. Это так. Скажите, пожалуйста, а зачем тогда Кузнецов в рамках рассмотрения настоящего дела обратился гарантирующим поставщику и заключил договор, если вы полагаете, что он был заключен ранее? Какой договор? Сейчас представлю договор о энергоснабжении. Вы представили сейчас чеки на 500 тысяч рублей, который заключен сейчас. Если вы полагаете, что он был заключен уже в октябре 2019-го, зачем тогда сейчас нужно было обращаться в Атомэнергосбыт и заключать договор? Поясняю вам. Поясняю. Но, к сожалению, я в дело вступил недавно. Мы не можем предвидеть, сколько у нас будет рассматриваться судебное дело, в суде будет рассматриваться. Вообще, он имеет право собственными силами либо с привлечением до этих лиц как-то предпринять меры, чтобы те убытки, которые он несет, в частности, он не может эксплуатировать этот дом. Он не может там сам проживать, он не может его сдавать в аренду, там, и все что угодно. Понимаете? Он максимально предпринимает усилия, естественно, убытки несет, для того, чтобы возобновить энергоснабжение дома. Но он это может сделать только как уже другой точке присоединения, непосредственно, не через, скажем так, своего соседа. Так а если вы полагаете, что точка присоединения была именно на его земельном участке? Пожалуйста, вы меня не слышали. Давайте, вот, земельный участок не имеет никакого отношения. Ну как же. Точка присоединения на каком земельном участке? Объясняю. Не имеет значения, вот смотрите. Вам известно, на каком земельном участке была точка присоединения к электрическому сетям? На чем? Принадлежащему ИСЦу или в ответ? Пусть такая будет. Уважаемый, я обращаю внимание, что место присоединения не имеет значения, потому что имеет значение сам факт присоединения. Вот смотрите, я могу быть присоединен к сетям полэнерго через горсети, через сети, к ним я могу быть подключен через другие сети, там еще какого-то владельца. То есть в конечном итоге я буду подключен к тем основным сетям, с которыми я заключу договор энергоснабжения. А вот эти все владельцы сетей, там могут быть и бесхозные сети, и как угодно, понимаете? Не имеет значения, где это все находится. Главное, что мне приходит электроэнергия от нашей единой системы энергоснабжения. Вот с момента, как я получаю ресурс, вот этот рубильник включен, все, гарантирующий поставщик имеет право и он обязан выставлять квитанции на оплату, я обязан их оплачивать, потому что я потребляю коммунальный ресурс. Дом в принципе не сдается в эксплуатацию, если в нем нет точки присоединения к сетям, к электросетям. Не важно, где эта точка находится. Если мы берем новый квартирный дом, это может быть врут дома, вводно-распределительность родственного дома. Это может быть ТП, которое в нормальной сети присоединяется. Это не имеет значения. Важно, что питание приходит к собственнику жилья. Это понятно. Я на это хочу обратить внимание, что дом был жилой, был со всеми коммуникациями. На момент приобретения. На момент приобретения. Он, соответственно, не просто так был подключен, был заключен в соответствующий договор правоприемником, которым стал Кузнецов. Да, договор был заключен с Фишером, но правоприемником по этому договору стал Кузнецов. И там нужно просто было переоформить. Не заключить, не расторгнуть заключить, не перезаключить, а переоформить. просто поменять сторону в этом договоре. Соответственно, здесь, понятно, ситуация какая-то странная. Почему Фишер дальше продолжал какие-то деловые отношения в рамках договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком, не имея на то права, у него нет объекта, на который подается электроснабжение? Ну, будем считать, что он был представителем Кузнецова в данном случае, потому что он получал деньги и передавал их гарантирующему поставщику. Но здесь как бы нужно выяснить, а все ли он передавал, не клал у себя чем-то на карман, понимаете? То есть нужно смотреть, потому что он не имеет права торговать. Можно немножко потише, очень громко? Эмоционально, возможно. Эмоционально, давайте посмотрим. То есть вообще продаживать энергии имеют производить только соответствующие организации. Есть тарифы, устрежденные, все. Соответственно, он не может наваривать, скажем так. Это, ну, в основном, покупать за 5 рублей, а продавать за 6. Вот эту вот надбавку, которую могут делать, только сетевые организации. Это вот как раз вот эта надбавка складывается через потери, там, расходы на эксплуатацию. Это КТР, комиссия по тарифам, ну, КТР в Минской области утверждает. Давайте как-нибудь все это подытожим в единый вывод. Вот то, что вы нам сейчас... Да, единый вывод заключается в том, что в данном случае отвечен, фишер, самовольно. Во-первых, ну, я буду называть, отжал эту точку, точку подключения, внес в нее изменения, ну, рейдерский захват такой, понимаете? В одностороннем порядке, не имея на то законных оснований. Почему? Я и усматриваю здесь само правство. И этими действиями причинил ущерб. Потому что на сегодняшний момент Кузнецов не может восстановить, ну, эту точку, чтобы продолжать жить в этом доме. Естественно, если бы он хотел это сделать, да, каким-то незаконным способом, без обращения в суд, он мог там какие-то там самым правством также заняться, прийти там, самовольно подключить, там, может, кому-то, лесонок и тому подобное. Но он, как цилизованный человек, обратился в суд. Ну, ему закон дает право с собственными силами попытаться, скажем так, уменьшить все такие расходы, потери. Сколько суд будет, это неизвестно. Он предпринимает меры для того, чтобы избежать дальнейших убытков. У нас будет зима. Понятно, что дом не может находиться постоянно в этом морозе. Ну, дом, если он жил, он предназначен, чтобы там был определенный мереторный режим. Соответственно, это должно быть. Скажите, пожалуйста, а в связи с чем тогда ДНП Кола направляет обращение собственника участка 189, Фишера, с просьбой изменить электрическое подключение участка? Вот хотелось бы пригласить представителя этой организации, это понимание в качестве третьего лица, и задать им вопросы. Вы дали подробные в отзыве, пояснения? Какие вопросы? Они в своем обзыве говорят, что это их электросеть. Они, соответственно, несут затраты, как я говорил, что у них расходы. То есть им в бытовой организации... Здесь указано, что это их электросеть. Указано там. Я сейчас не могу сказать, это я читал, это указано. Столбы, воздушные столбы, которые там стоят, они принадлежат ДНП Кола. А уже от той внутренней сети, которая у них там на участке, уже подключены к этим сетям жилые дома. Более того, они там указаны, что у них два подключения есть на два дома. То есть это не единственная такая ситуация, когда от одной точки подключены сразу два дома. То есть там и другие, другая, видать, комбинация есть. То есть это нормальная схема, когда рассматривается вопрос подключения, естественно, оптимально это делается по потерям, по релинной защите, по всем. То есть это технически больше вопрос. Соответственно, если удобно подключиться вот через, опосредовательно через соседа, да, то есть там может цепочка вагончиком быть очень длинная. Но все равно все они подключены в одной точке, где граница раздела балансовой принадлежности, по договору энергоснабжения. Мы можем это посмотреть. Там есть этот акт развлечения балансовой принадлежности. Так вот, они все в этой цепочке подключены именно так. Даже те, которые подключены через соседа. И каждый из них имеет право заключить свой договор. Соответственно, если они заключают свой договор, в каждом договоре учитывается вся эта цепочка. Соответствующие делаются вычеты и так далее. Скажите, пожалуйста, а истец, когда приобретал жилой дом, он в курсе был, что переподключение идет по такой схеме через дом ответчика? Нет, смотрите. Он изначально был, а дом уже имел подключение к сетям, вот этим сетям ДНБКО, к столбуль, к чему-то, понимаете? А зачем тогда вот в переписке истец указывает? Смотрите, я не знаю, что там указывает истец. Необходимость переподключения. Я даже не хочу это читать. Это же ваш доверитель. Он может заблуждаться, они ошибочно могут полагать. Есть требования законодательства. Есть технологическое присоединение жилого дома. Оно и есть, его быть не может. Дом уже не может. Пожалуйста, а вот когда получил уведомление истец о том, что дом будет отключен 11 марта 2022 года от электричества, вам известно, какие меры предпринимал истец? В жанру суд, любой собственник, любой человек всегда будет принимать меры, чтобы спасти свое имущество. Ну вот какие меры истец в данном случае предпринял? Сколько мне известно, за домом присматривали, когда его не было. Соответственно, это мера. Ну, извините, даже человек, который присматривает, максимум, что он может сделать, сообщить собственнику, что вот, допустим, залезли вор, там еще что-то, ну, там в полицию сообщить, там еще какие-то инстанции, но заниматься там спасением имущества, там и тому подобное, там, ну, может быть, при пожаре, да. Ну, вот отключили электричество. Дом протапливался? Уважаемый суд, насколько я владею информацией. Там же печка есть. Дом отапливается именно электроприбором. Ну, там печка есть. Я внутри не был. Нам пояснял представитель, ответчик пояснял, что там печь имеется. Смотрите, если даже там и есть печка, да, это нужны дрова, это нужен человек, это нужно очень много-много-много условий, понимаете? Там вот, я так понимаю, дом, там, в течение суток, или там, может, меньше, может, чуть больше, остыл. Естественно, в трубах вода замерзла, при расширении она лопается, там фильтры полопались. Трубы не замерзли, у нас только фильтры полопались, и с труб ответчиком вода была... Нет, ну, раз полопались, я говорю, я не знаю подробностей, но что-то там перевезло, поэтому и сумма ущерба-то небольшая, там, в десятком с чем-то везет. Только фильтры. Да, то есть небольшая сумма ущерба. Вот, то есть, ну, что, на самолете прилететь сюда, и что делать? Ну, ну, обращаться, мы правоохранительные органы. Распоряжение вороновое распоряжение давалось? Ужаймин суд, очень много было обращений в правоохранительные органы. И в суд он обратился, и что, ну, он не может заниматься самоуправством, понимаете? Он не может этим заниматься. С точки зрения добросовестности и необходимых мер, он сделал все. Он обратился в правоохранительные органы, он обратился в суд. Он с человеком говорил по-человечески, с перепиской, там, ну, что, ну, так не делается. Во-первых, вы не имеете к этому никакого отношения. Это не его собственность, не его объект. В свое время дали вам по пользователям. Скажите, а кто все-таки отрезал провода там, которые ввели в дом? Ну, насколько из материалов дела я вижу, отрезали именно работники, которых пригласил фишер, то есть отвечь. Понятно, что специалисты должны этим делать. Ну, это может быть, там, не знаю, мы же знаем, как у нас могут специалисты прийти, вот, по объявлению на Авито. Но в любом случае, если бы это делалось официально, да, этого бы не было сделано. То есть это отключение было неофициально. Если я ошибаюсь, пускай кто-то ставит документы, подтверждающие, что это было официальное отключение. Нет, извиняюсь, выражение с кем-то договорились, может, там, за бутылку, может, там, еще за какое-то вознаграждение. Пришли люди, взяли, чикнули, отрезали, не разбираясь вообще, чье это. На основании каких правов, документов правовых это происходило. То есть это самовольное, одностороннее вмешательство. Ну, смотрите, нам отвечает ДНПКОЛО, что прежнее электрическое соединение, электрический кабель со световой опорой номер 9, было демонтировано товариществом за ненадобность. Обращаю внимание на самое важное. Вы, пожалуйста, услышите меня. Ссылаться на, что там пишет ДНПКОЛО, что они там сделали, о чем они там договаривались с Фишером, либо не договаривались, не имеет юридического значения. А что имеет? Имеет значение то, что дом был присоединен к электросетям в установленном порядке. Что потом они там между собой договаривались? В отсутствии собственника, который находился там в плавании и тому подобное, но на длительные сроки его там не было. Как они эти решали вопросы? Был столбус сначала подключен, потом кабель бросили. Вы понимаете, что это не может быть вот так вот без собственника этого дома? Это самоуправство. И ДНПКОЛО, и Фишера. Это их самоуправство. Почему? Ну, если договора заключает, как минимум, там в стороне должен быть собственник этого дома, они меняют точку присоединения без согласования с собственником, без согласования с гарантирующим поставщиком. В вопросах ДНПКОЛО очень много. Скажите, пожалуйста, по правовому обоснованию требований вы готовы что-то пояснять? Либо согласны с тем, кто представителям пояснял? Я, возможно, буду добавлять, но с моей, как мы договорились, я буду пояснять то, что касается технологического присоединения, что произведено самовольное одностороннее отключение жилого дома, я так понимаю, лицами, не знаю, установленными, не установленными, сейчас попробуем их установить, но в любом случае сведомо и по получению ответчика, то есть Фишера, что материалами дела подтверждается и в конечном итоге не опровергается. Соответственно, наши вот эти действия привели к конкретному ущербу, как прямому ущербу, так и ущербу, который связан с убытками, которые необходимо понести. Скажите, пожалуйста, зачем вызвана необходимость установки бурения скважины и установки септика на территории земельного участка песца? Смотрите, я вот исхожу из того, сейчас, я понимаю, вопрос по электричеству мы рассмотрели, теперь вопрос по скважине. На момент продажи дома он был единственным объектом на этой территории, единственным объектом, который имел статус жилой дом, законченное строительство, был продан, согласно документам, и был оборудован всем необходимым, электричество и вода. Теперь вопрос, где мы берем эту воду? Вода бралась из скважины и, соответственно, там качалась с помощью электричества, там насос и все остальное в жилой дом, который был продан. Да, конструктивно скважина находится не на той территории, на которой находится земельный участок и дом покупателя. Но это не отменяет, скажем так, право получать вот эту воду из колодца, который находится на другой территории, ну там сервитуду, там оформляющую. То есть, вот в деревне есть колодец, да? Он на какой-то территории стоит, но этим колодцем пользуются все. Ну, есть такое, я думаю. Ну, неважно, ладно. Смысл в том, что когда дом продавался, он продавался с водой. Мы прекрасно знаем, что если дом не имеет холодного водоснабжения, он не отличается санитарным нормам. Он не может быть признан живым домом в принципе по определению. То есть, очевидно, дом продавался именно с тем оборудованием, которое, условно говоря, к нему прилагается. А это сетки, это скважина, оборудование. То, что, опять же, находится скважина на другой территории, ну, видимо, это конструктивно было в основном. Ну, не знаю, кто бурил, может, там определили, что надо именно здесь бурить. А не вот здесь, потому что там воды нет, здесь есть. Я не знаю, как это определялось. Скажите, пожалуйста, а когда истец приобретал жилой дом и земельный участок, он не предполагал, что на его земельном участке по разграничению территории скважины и колодца? Уважаемый суд, вот смотрите. Или он полагал, что он может пользоваться скважиной, которая на соседнем земельном участке? Я не знаю. Я живу здесь, да, хочу на юге купить дом. Мне говорят, что дом оборудован тем-то, 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 тем-то. Да вопросов нет. Все, там, представители, или там на день приезжаю, оформляем договор о купе-продаже, все, дом мой. А потом в процессе может выясняться, что там какие-то есть особенности. Но это никак не влияет на то, чтобы был продан жилой дом, который должен отвечать всем требованиям. Вот поэтому вопросом задается. Когда истец покупал дом, он знал, что границы земельного участка у него определены. В рамках данных границ расположен дом, и в рамках его границ скважины с водой нет. Он когда покупал, он это не знал? Когда он покупал дом, он знал, это однозначно, что дом оборудован электроэнергией и холодным водоснабжением. Нет, вопрос конкретный. Не то, что он знал, что оборудовано, не оборудовано, а что скважины нет на его земельном участке. Конкретный вопрос. Знал, что нет скважины на его земельном участке. Я считаю, что данный вопрос не имеет юридического значения, и от ответа я от него возгляжусь, по этим основаниям. Все, что я буду говорить, это может быть мое личное мнение. Знал, не знал. Но я могу предположить, что не знал. Могу предположить, что знал. Это не имеет никакого юридического значения, потому что от того знал, он не знал, дом не становится жилым, либо нежилым. Это не является основанием отключить дом от водоснабжения, не отключить дом от водоснабжения. Объект продавался как жилой. Соответственно, он продавался тем человеком, на чьей территории находится эта скважина. То есть, сами действия, совершенные сторонами, говорит о том, что все должны были все знать, и все это было согласовано. То есть, этот, скажем так, этот колодец, условно говоря, согласован был сторонами, что он находится именно там, что именно оттуда идет водоснабжение дома. Скажите, пожалуйста, вот с учетом представленного заключения, почему полагаете, что необходима установка септика, учитывая, что водоотведение источных вод осуществляется за счет дренирования в грунт, и канализация осуществляется в грибные колодцы. С чем вызвана необходимость установки септика? Уважаемый суд, здесь я исхожу из того, что данным вопросом я подробно не занимался, я думаю, представитель другой поясни. В любом случае, с моей точки зрения, если там септик, который был при продаже, не отвечал каким-то санитарным требованиям... А там не было септика вообще? А, не было? Ну, это претусмотрено, что канализация осуществляется в грибные колодцы, а водоотведение в грунт... Прошу, тогда поясни, кто вы представитель. Нас качество коммуникации не устраивает, и вы для этой цели собираетесь экспертизу провести, чтобы понимание было. Есть коммуникации, но они плохие. И вы их нет вообще, и поэтому нужна экспертиза. Чтобы проверить, есть они или нет. То есть, есть ли это по цели, если вы ставите. Кому, как оно должно быть оборудовано. Вы считаете, что не соответствуют? Поясните, пожалуйста, какие у вас на сегодняшний момент есть доказательства, подтверждающие то обстоятельство, что эти коммуникации не соответствуют с НИПом или чему-то, они должны соответствовать по вашему линию. То есть, вы не можете на сегодняшний день подтвердить эти обстоятельства. Я справлю, что я понимаю. Ясно. У меня больше вопрос. Ко второму представителям. Ко второму представителям вопроса. Никому. Можно я все-таки поясню? Потому что идет опасность по увести суд от сути. Изначально я говорил, что дом оборудован коммуникациями. Здесь вопрос не стоит о том, как минимум по водоснабжению и по электроснабжению, качественной или некачественной. Есть вопрос о том, что в одностороннем порядке было прекращено подача коммунального ресурса. Это холодной воды и электроснабжение. Коммуникации есть. Живой дом, он в том, что складывается. Я правильно понимаю, что вы не оспариваете то обстоятельство, что дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями. Вы считаете, что на ваше право нарушено тем, что была прекращена подача электроэнергии и воды. Я вас правильно поняла? Правильно. Так у вас пойдет позицию в связи с нас? Ну, мы начнем позицию. То, что 10-я статья здесь. Вы ее собираетесь? На мой взгляд, 10-я статья здесь неуместна. Тогда скажите, пожалуйста, для какой цели вы ставите вопрос о назначении экспертизы, если вы не оспариваете то обстоятельство, что дом оборудован необходимыми коммуникациями. Потому что я пояснил, что я, отвечая на вопрос, говорю о электроснабжении и водоотведении. Не переживайте. То, что касается канализации, нужно установить, в каком виде она вообще оборудована в этом комплексе, скажем так, жилом. Был ли там септик установлен, который не отвечает требованиям, выгрыбная яма и тому угодно. Я там не был. Давайте специалисты приедут и скажут, что дом оборудован тем-то, тем-то и тем-то. Вот, допустим, если там стоит септик, то септик был установлен с нарушениями таких-то, таких-то норм. Либо там есть какая-то выгрыбная яма. Здесь нужны специалисты, чтобы дали заключение. На момент продажи соответствовали ли… Если вы сейчас не оспариваете, вопрос-то в этом и заключается, что на момент продажи вы же не оспариваете. То, что касается канализации, мы оспариваем, потому что мы просим заявить экспертизу. То, что касается… То есть на момент продажи полагаете, что канализация не соответствовала нам? Да, да. То есть, ну, понимаете, называется внутренние дефекты. Почему не соответствует? Ответьте, пожалуйста. Покупатель не специалист. Ответьте, пожалуйста, почему не соответствует канализация? Отвечаю, отвечаю. Любой жилой дом, квартира без канализации – это не жилой. Скажите, пожалуйста, куда ваш доверитель ходил писать и капать в доме? Я спрашиваю вас, каким образом он будет решать? Так, давайте, дом, уважаемые стороны, уважаемые стороны, давайте снизим немножко тон, поспокойнее, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, каким образом ваш доверитель справлял нужду в доме в течение трех лет? Вот вы у него спросите. Я вам могу спросить. Вы же представитель, вы заявляете, что канализация не соответствовала требованиям каким-либо. Поясняю. Если она не соответствовала, каким образом он пользовался канализацией? Пожалуйста. И чтобы я ее мысль начал и закончил, чтобы мне не перебивали. Представьтесь, пока послушаем. Вопрос инженерной коммуникации в отношении электроэнергии и водоснабжения сторонами не оспаривается. Они были, они оборудованы, они были просто прекращены в одностороннем порядке подачи ресурса на объект в живой дом. То, что касается канализации, на данный момент у нас есть основания считать, что дом, когда был продан, он был продан с недостатками, скрытыми недостатками. Это касается септика. То, что там идет речь о том, что выгребная яма в проекте и тому подобное, на бумаге, извиняюсь за выражение, можно написать все, что угодно. По факту продавался, предположим, дом с септиком. И никаких выгребных ям нет. По проекту может быть одно, но потом решили денежек добавить и предыдущий собственник поставил септик и продал в таком виде, в каком он продал. А дальше, предположим, выяснилось, что этот септик в нарушении. Соответственно, он просит возмещать убытки для того, чтобы его либо отремонтировать, либо заменить и тому подобное. Но для этого нужно установить экспертизой на момент купли дома, что было. Выгребная яма, то есть как была канализация организована. Соответственно, если был септик, соответственно, септик проверить. Если выгребная яма, тогда у нас, допустим, по поводу септика непоснованные претензии. Если у нас септик был, и он не соответствовал на момент продажи, тогда у нас требования обоснованы, потому что дом покупался с септиком. Предположите, пожалуйста, с чем покупался ваш дом. Я так понимаю с септиком, потому что у наших требований. С чего вы решили? Наши доводы являются теми же самыми доказательствами. Для того, чтобы не было таких разногласий, чтобы третья сторона, независимая, пришла и сказала, да, дом оборудован септиком. Почему при подаче уточненных требований вы не представили доказательства ваших возражений? Присажите, пожалуйста, чем оборудован был ваш дом, септиком или канализацией? Я считаю, что я могу объяснить, более того, мы заявили ходатайство, проведение экспертизы, чтобы независимая организация, эксперты сказали, чем этот дом был оборудован, и сразу же ответили на вопросы. Отвечают они определенным требованиям, санитарным и прочим, к жилым домам. Вы не можете ответить. Есть какие-то доказательства, подтверждающие нарушение вашего права, что дом был оборудован либо септиком, либо канализацией ненадлежащего качества на сегодняшний день? У вас есть заключение специалистов? Кто назначение экспертизы? Вы почему на суд возлагаете обязанность доказывать то, что должны доказывать вы, обращаясь? Мы не возлагаем обязанность, мы просим содействия, а именно в сборе доказательств. Потому что какой бы мы сейчас довод вам не привели, что есть. Вот я вам говорю, есть, был антисептик. Вас это не устроит. Я когда покупаю, я знаю, что покупаю. Я вам говорю, был септик. Вас это устроит, но если он был, так он там и есть. Так, а он не отвечает требованиям. Поэтому... Доказательства, представьте. Прежде чем обращать в суд... Мы не специалисты для того, чтобы доказать, что этот септик не отвечал... Почему, уважаемые представители, почему до обращения в суд с данным иском, до уточнения исковых требований в данной части, почему вы не провели собственное экспертное исследование, не обратились к специалистам, которые провели бы исследование, вы уже на основании конкретных документов могли бы заявлять такие требования? Уважаемые суды, мы прекрасно знаем, как стороны будут относиться к экспертизам, которые проведены за пределами рассмотрения дела. Мы понимаем, что есть экспертиза, есть судебная экспертиза. И поэтому, чтобы не оспаривали ту экспертизу, которую мы могли бы провести, да... То есть вы не желали нести дополнительные расходы и полагали, что путем назначения судебной экспертизы вы можете установить данные обстоятельства. Уважаемые суды, именно... Соответственно, понести меньше судебных расходов. Я считаю, чтобы не, скажем так, не делать бесполезные экспертизы, которые будут одна из сторон оспаривать, и что мы там не участвовали, мы не доверяем. Все должно проходить в рамках суда. Соответственно, мы и просим это установить. Что вы просите установить-то, если вы сами не знаете, что у вас там было? Соответствовал ли септик на момент продажи? Нет, там септика и не было никогда. Если вы об этом не знаете. Экспертизы установят. А почему экспертизы должны это устанавливать? Это ваше основание? Это же на важном, чтобы не было. Уважаемые стороны, еще раз суд вам обращает внимание. Снижаем. Хорошо, следующий у меня к вам вопрос. И тут понятно мне ваше пояснение. Ну, не надо... Следующий у меня к вам вопрос. Поясните, пожалуйста. Вы пояснили о том, что ваше обращение в субцистском вызвано тем, что вам прекратили подачу ресурсов. Я вас правильно поняла? Правильно. Правильно. Поясните, пожалуйста, кто, по вашему мнению, прекратил вам подачу ресурсов? Согласно материалу Ангела, прекратил сосед. А именно Фишер, да, на кого подачу? Я вас понимаю, поясните, пожалуйста, Фишер является ресурсоснабжающей организацией? Если вы обратили внимание, что он не является, более того, он самоуправно это сделал. Я вас понимаю, что 330 статус правовного кодекса, потому что данное самоуправство, которое причинило вред. Здесь уже зависимость от размера 19.1 или 330 статус правовного кодекса. Я считаю. Что Фишер, не являясь ресурсоснабжающей организацией, тем не менее, каким-то образом, как бы, своими действиями прекратил вам подачу этих ресурсов, да? Конкретными, активными действиями он это сделал с привлечением третьих лицов. Скажите, пожалуйста, ваш доведитель заключал ли договор с ресурсоснабжающей организацией, которая поставляет ему воду? Так или нет? Если да, то представьте доказательство факта заключения договора. Значит, объясняю. Снабжение водой данного дома отличается от централизированного снабжения водой в городе. Вода это ресурс? Это ресурс. Скажите, пожалуйста, кто поставлял вашему доведительству ресурс? Кто является в данном случае поставщиком ресурса воды? Мне попросят, если вы хотите услышать ответ, дайте мне возможность сказать. Пожалуйста. А иначе вы его никогда не услышите. Я, может быть, сдалека начинаю. Я, похоже, и так его уже услышу. Услышу. Значит, возвращаясь к тому, что в данном случае коммунальный ресурс, он обеспечивает сам себе. Понимаете? Я могу у себя на участке поставить генератор электроэнергии, еще что-то. Я могу сам себе предоставить какой-то коммунальный ресурс. И мне за него платить не надо, потому что я его сам получаю. Так вот, для того, чтобы получать воду на участке, не нужно ввести трубы от источника, от водоканала и тому подобное. А достаточно сделать скважину. Скажите, пожалуйста, на вашем участке есть скважина, из которой бы вы получали воду свою собственную? На момент продажи этот дом был оборудован всеми ресурсами. Понимаете, мой вопрос. Скважина на вашем участке есть? Хоть на момент продажи, хоть сейчас. Вы можете самостоятельно ответить на этот вопрос. Ответьте, пожалуйста. Я вам очень знаю. Вы представляете, вам конкретный вопрос задали. Ответьте. Ну, я так понимаю, зачем мне отвечать на вопрос, если это подтверждается документами? Вам задается вопрос, вам представители. Ну, я хочу отвечать на этот вопрос, потому что ответ очевиден. Ответьте, пожалуйста, суду. Отвечаю, хорошо, согласно тех технических документах, которые имеются в деле. То есть скважины нет. Я вас правильно понимаю? Вы меня неправильно понимаете. Вы меня неправильно понимаете. Вы ответьте, да или нет. Есть скважина, либо нет, чтобы вас правильно поняли. Конкретный вопрос, скважина есть или нет? Вы ответите, да или нет, чтобы вас правильно поняли. На момент продажи жилого дома, он был оборудован, в том числе водоснабжением. Это я понимаю. Вы сказали, что вам был прекращен подача воды как ресурса. Поэтому я спрашиваю, если вы говорите, что воду он берет со скважины, то я хочу вас спросить, это скважина чья? Его или чья? Его? Его. У вас есть документы, подтверждающие, что он ее бурил и заплатил за нее. Есть документы? Хорошо. Нет, в ответе, да или нет? Это же вопрос. Конечно, есть. Называется договор купли-продажи. Скажите, пожалуйста, где в этом договоре купли-продажи указано, что он заплатил за бурение скважины? Если вы ссылаетесь на этот документ. Послушайте внимательно. Значит, есть ли я в своем жилом доме или… Давайте не если, а конкретно к данной ситуации. Я хочу сказать то, что продажа жилого дома – это продажа комплекса. Нельзя говорить, что вот где в договоре написано, что в доме установлены двери, что вот я эти двери установил или еще там кто-то устанавливал. Это продается комплексом. Жилой дом, он по тому и называется жилой дом, что он по санитарным нормам должен быть обеспечен, в том числе канализацией и водой, электроэнергетикой. Мы готовы, уважаемый суд, следуя с ней. Присаживайся, пожалуйста. Уважаемый суд, мы с иском не согласны полным отременем, я бы плохо тогда, да, против оснований, которые были заявлены на другой стороне. Уважаемый суд, у возмущения выбытков равных 509 тысяч, это вот эти, которые вызваны, как размораживание, там, ряда от именического дома. В соответствии с положением гражданского законодательства, собственник несет ответственность за сохранность любого имущества, за его обслуживание и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это имущество находится в доме, который принадлежит собственнику, и на участке, который принадлежит собственнику. Собственник никогда не заключал договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией. Получал он электроэнергию, присоединившись к Фишеру, но никак не к точке подключения, как нас пытается увидеть другая страна. Это точка подключения, за которую заплатил лично Фишер, как собственник соседнего дома, на своем собственном участке, который ему был принадлежат. И разрешил, разрешил, я еще раз говорю, устно, разрешил своему взрослому на тот период родственник, то есть можно так сказать, Кузнецову временно этим попользовался. С условием, что Кузнецов, премида в отходности, если уж ему это будет нужно, себе подключение это организует. Но для этого нужно было заплатить, что из-за отхода Кузнецов на тот период нести был не готов. Поскольку Кузнецов не так часто пользовался этим домом, бывая в морях уже в последнее время, когда он уже стал близ, как бы все ему было не до того, чтобы заняться подключением. Поэтому никакого договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией у него не бытло. Это первое. То есть электричество лично Кузнецов на свой дом никогда не получал и может быть сейчас начинает подключать, поскольку такой договор заключил. И то, что он должен был это сделать, подтверждает фактические действия ИССА по заключению такого договора. То есть теперь у него есть своя точка подключения, теперь он получает электричество совершенно легально, спокойно и нормально. Кроме того, я хочу сказать о том, что если уже не хотел платить эти 500 тысяч ДНП, чтобы это усмотрено уставом ДНП, то есть у нас любой собственник дома, для того, чтобы подключиться к дому, должен заплатить. Раньше мы платили в дальней, дальней время 50, по-моему, тысяч рублей за подключение, потому что это сеть ДНП, действительно сеть ДНП, да? То есть каждый, покупая или построя дом на своем участке, только строит свой дом, оборудован необходимыми коммуникациями, до точки, как раз вот до точки балансового разграничения. То есть я выходом из-за своего участка. Вот твой камень туда прокинут, вот стоит столб ДНПшный, на дороге, который принадлежит ДНП, который обслуживается ДНП. И потом уже ДНП производит это подключение. И платим 50 тысяч за это. Можно было напрямую заключить договор с МРСК, насколько я помню, раньше у нас была эта организация. Кто-то напрямую заключал эти договоры, кто-то заплатил всего 5 тысяч по закону, обязан АТОМ и Наркосбыта подключить за 5 рублей, извините меня, все это. То, что ДНП берет такие деньги, ну это, наверное, такое решение приняли собственники ДНП, это их право. Таким образом, Кузнецов никогда договоры энергоснабжения с энергоснабжающей организацией не заключал. Между тем, его дом, собственник, по которому он стал в 19-м году, прожив в этом доме еще 3 года до того, как он там стал собственником, и пользуясь этим домом по полной программе, то есть когда Фишер был собственником этого еще дома, ну да, поскольку ему негде было жить, как он тогда говорил, Кузнецов, поэтому Фишер ему позволил пожить в этом доме, прекрасно знал о том, что подключается он к проводу Фишера, а в свою очередь провод Фишера уже как бы подключен к своей точке. Ну, грубо говоря, незаконное подключение. Это совершенно как бы очевидно. В простонародье это называется незаконное подключение. То есть он подключился к сетям Фишера, будем так говорить, в свою очередь Фишер на основании договора об электроснабжении уже, значит, подключен к точкам ДНП, и получается атомный нагрузку стоит электроэнергию. Поскольку совершенно понятно, что увеличивается стоимость электрического потребленного за счет того, что там еще и дом Кузнецова подключен на дом Фишера, к проводам Фишера, поэтому понятно, что питание доставляется тому, кто заключился на дом Фишер уже как бы на основании счетчика начинает как бы вычленять стоимость тех услуг, стоимость электроэнергии, которая приходится на... который пользовался Кузнецов. Вот из общей стоимости электроэнергии, которой пользовался Фишер. То, что дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями, в том числе и электропроводкой всем остальным, да, это не оспаривает, если я правильно понимаю, и другая сторона. Единственное, что им нужно было сделать, это подключиться, подключить договор о электроснабжении. Точка. Все. Этот дом абсолютно живой, соответствует всем требованиям, определяемым живому дому, поскольку он предназначен для проживания, он для этого деменера предназначен. Там есть туалет, там есть ванная комната, там есть холодная и горячая вода, там есть электричество и все остальное. Только для этого, только для этого необходимо подключиться и заключить соответствующие договоры, как это делают любые граждане, которые либо сам строят этот дом и вкладываются отдельно в скважину и в присоединение, либо уже покупают совсем с этим. Я хочу сказать, уважаемый суд, о том, что теперь переходим к скважине, если мы о скважине уже говорим. Скважину бурил сам Фишер, бурил скважину Фишер на своем участке, что не оспаривает и другая сторона. О том, что нет скважины на участке у Кузнецова, Кузнецов прекрасно знал. И о том, что он временно пользуется как бы водой из скважины Фишера, он тоже прекрасно знал, о чем свидетельствует афреписка, которую мы представили. Это все очень было место до того, как был отключен свет и вода. Это первое. Второе. Значит, поскольку никакой обязанности, обязанности, есть права, есть обязанности, да, мысль говорит о том, что другая сторона не должна нарушать права как бы другой стороны. То есть тогда право корреспондирует обязанности. В данном случае права Кузнецова Кузнецова на пользование электричеством Фишера не было и нет до сих пор. Не было и нет до сих пор. Точно так же, как и не было и нет права на пользование водой. По этой причине я полагаю, что Фишер со своей стороны предпринял все необходимые меры к тому, чтобы поставить собственника в известность о том, что он не сможет более, не сможет более, не сможет более в бездоговорном порядке предоставлять электричество, поскольку его самого отключают, Фишера, отключают его по одной простой причине, ввиду как бы несоответствия вот этого столба, к которому сейчас соединен был Фишер, а через Фишера уже и Кузнецов, да, требованием, я так понимаю, безопасности, ну, я не специалист, поэтому сказать этого не могу. Фишер это сделал не потому, что ему хотелось каким-то образом насолить Кузнецова, абсолютно не потому. Фишер это сделал потому, что его потребовали это сделать, документы мы представили, подтверждающие их обстоятельства, ну, и то же самое подтвердить свидетель, я со свидетелем об этих обстоятельствах разговаривала, именно поэтому мы вызвали ее в суд в качестве свидетеля, с тем, чтобы она как бы вела свои пояснения в этой части. Это сильнительно. И, кроме того, пояснение по подключению может дать вот второй свидетель, ходатайство, от которого, вами уважаемый суд, было подобретелено. Поэтому мы полагаем, что права Кузнецова в этой ситуации не нарушены никаким образом. Кузнецов прекрасно знал, что он приобретает дом, у которого нет собственной скважины, и у которого нет точки подключения. Именно поэтому цена этого дома была практически драма, будем так говорить, по тем ценам, по тем меркам, а по меньшим тем более. Поэтому мы полагаем, что Кузнецов знал, что приобретает прекрасно знал, что ему предстоят эти работы, и что эти работы не входят в цену договора. Значит, скважина у нас является недвижимым или относится к объекту недвижимости, совершенно точно. На каждую скважину у нас есть паспорт, это подтверждает это обстоятельство. Каждая скважина у нас оборудована обсадными трубами, насосами и так далее, в зависимости от глубины. И является, грубо говоря, товаром. То есть этот товар может быть продан, а может быть не продан. Так вот, в эллику при продаже ни слова о скважине нет. Тогда как мы подтверждаем то обстоятельство, что мы являемся собственниками этой скважины. Документ? Документ. Мы представляли вам? На скважину? Да, конечно. Представляли. Паспорт, договор на бурение, все представляли, что мы захватили за это. Все это имеет связок дела. Мы уже будем продать и мы будем подробнее на этих обстоятельствах остановиться. Кроме того, уважаемый суд, я настаиваю на том обстоятельстве, что истцом пропущен срок на обращение в Сурциском, что является с настоятельным обстоятельством отказа в заявленных требования. Поскольку Кузнецов в этом доме жил минимум с 15-го, с середины, с 16-го года, до того, как он его приобрел, прекрасно знал, что в этом доме есть, чего в этом доме нет и знал о том, что он будет все это делать и в том, что эти дополнительные затраты не входят в стоимость дома. Вот так, уважаемый суд. По земельным участкам и разграничениям, о чем вначале представитель ИСЦа говорил, что какой земельный участок, можете пояснить, выделялся, какой был земельный участок, что из него было выделено, какой дом построен. Все есть в возле ДНП, по всеми ошибками. Мне кажется, в возле ДНП все по участкам есть. То есть, оба земельных участка 189 и 195 принадлежали Фишеру, к ним была подведена электроэнергия. Земельный участок 195 перестал существовать. кадастровые работы по объединению земельных участков в один. И вновь образованный был 195, да? Он просто уменьшился. Меньшился размером. Убытие, уважаемый, суд заспевывается тогда, когда нарушено право. На мой вопрос, какое право и на что право Кузнецова нарушено, страна так не смогла пояснить. Кроме того, я все-таки считаю необходимым указание следующей стороны. Сторона, обращаясь с субцистом, обязана указать или привести указательство, побуждающее тех средств, на которые она ссылается. Сторона, на мой взгляд, совершенно однозначно хитрит. То есть, по выношению, обратившись с субцистом, на взыскании стоимости якобы подтвержденного ленюшества, посчитала необходимым дальнейшим увеличить требования, хотя совершенно точные предметы иные основания. Как за ними поступить в текущем предприятии на рассмотрение увеличенной скалы требования, я считаю, что другая сторона должна была представить доказательства, подтверждающие новые основания, которые позволят не претиться с субцистом. Ну, в отношении Воронова, что я хочу сказать, свидетель Синицына, который будет оброшен в субцистании, поясняла, что за домом по поручению Кузнецова смотрела она ровно до тех пор, пока Фишер этот дом не продал Кузнецову. С этого времени Кузнецов давал Синицыне ключи, Синицына там мылась, поскольку ее дом как раз не имеет скважины и как бы собственного вот этого водоотведения она приходила туда мыться на соседку, чтобы было понятно. У нее свой дом, она тоже скважину пока не сделала, пока еще денег нет. Поэтому вот она ходит в дом Кузнецова помыться, там помыть посуду, как она объясняла, там иногда подтапливала дом, когда там была в этом необходимость. Вот. И она сказала о том, что насколько ей стало известно с тех пор, как вот вся вот эта проблема с детьми, с ребенком вернее, между бывшими родственниками возникла, как-то она не посчитала нужным ну как бы продолжать смотреть за домом и знать, что Кузнецов поручил какому-то юристу по фамилии Воронова, как она сказала, осуществлять как-то присмотр за домом. Вот. И насколько я понимаю, сам Кузнецов не оспаривает того обстоятельства, что Воронова там была. Вот по тем документам, которые имеются в материале дела, видно, что 11 или 12 я не помню марта, когда там были отключены. 12 марта была отключена, а 11-го Воронова получила, когда Кузнецов получил вот это сообщение, 11-го Воронова с мужем и с кем-то там приходила в этот дом как бы и то есть она он знал и ее уполномочил посмотреть, что там с этим домом. Но я так понимаю, что она там ничего делать не стала. То есть уже после отключения? Да. Она 11-го там была. То есть он 10-го получил это самое наше сообщение, сообщение вот уже письменное, он 30 раз уведомлялся из-за телефона и так и это 11-го марта Воронова приходило, а 19-го марта произведено отключение. Да, да, да. То есть мы считаем, что при таких обстоятельствах Фишер со своей стороны, несмотря на то, что у него обязанностей такой не было, принял все-таки все возможные меры для того, чтобы сохранность другой стороны была бесконечной. Какой оборудование дома? Дом оборудован всем, чем необходимо, что подтверждает вогребная яма, да. Ну, это колодцы такие вкопанные, как бы, это совершенно обычная схема, да, практически всех загородных домов. И я хочу сказать еще, уважаемый суд, о чем? Что? Я хотела сказать, о чем я сейчас только что говорила, про Ворону сказала. А, то обстоятельство, что дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и все работает, а только не отсутствует как бы ресурс, подтверждает то обстоятельство, что Кузнецов там жил до 19-го года, 3 года, и до сих пор как бы в этом доме проживает. Если бы, правильно понимая, если бы там была не прекращена подача воды и света, то, наверное, претензий бы другой стороны бы не было. Поэтому, полагаю, надуманными основания как для назначения экспертизы, поскольку основанием явилось, если я правильно понимаю, одно единственное. То есть, если стоять те вопросы, которые они ходатайствуют в экспертизе, о чем они ходатайствуют, то есть, по сути, они хотят проверить как бы соответствие этого дома с правительным нормальным правилом. Но этих требований у нас не заявлялось. Вот этих требований у нас не заявлялось. Поэтому я просил экспертизы. Но если господин Кузнецов хочет, пусть платит. Отвечет, поддерживаете? Дополнительно. Что-то дополнительное хотите сказать? Ну, могу сказать, что он четко, абсолютно знал перед продажей дома. Мы с ним обговаривали сумму, что если я пробуду скважину, то я могу понесет ущерб непонятно, потому что у нас скважина одна в 160 метров и в 50 метрах 50 метров. И так как он малородственный, я не хочу обременять его этими деньгами. Я говорю, Лех, сверви, бури скважину сам и увидишь, сколько будет в своей скважине. Столько она как бы тебе обойдется. Потому что я тебе скажу 160 и возьму с тебя миллион, а если она будет 50, то ты затратишь 300 тысяч. Просто я не хочу тебя обременять деньгами не за гном, несправедливо, потому что ты мой родственник. Он имеет в виду, немножко путанавычно объясняет, имеет в виду, что когда обговаривалась цена дома, то было сказано следующее, я тебе продам его за 7 миллионов. То есть, пожалуйста, я пробую скважину, но я тебе его продам за 7 миллионов. То есть, если сам сделаю скважину, то цена будет 7 миллионов. Другая, конечно. Если скважину делаешь самостоятельно, цена будет 5 миллионов. Цена будет 5 миллионов. Понятно. Вот таким образом. Именно поэтому цена такая. И хочу еще сказать, что дом продан полностью меблированным со всеми и со всем остальным. желтые вопросы к стороне ответчиков. Скажите, пожалуйста, кто подключил интернергию ДНПКО? Кто подключил? Отключил. Отключил представители электроснабжающей организации, которая обслуживает нашу организацию ДНПКО. Они отмечают трансформаторную подстанцию, там трехфазное питание, сняли счетчик, переставили на другой опору, потому что прокладка коммуникаций была самой кратчайшим путем. Можете ответить коротко на вопрос? Кто отключил? ДНПКО. ДНПКО. Ну, представители ДНПКО. Так, тогда второй вопрос. А по чьей инициативе это произошло? По инициативе руководства ДНПКО. Просто захотелось, а не отключили? Они несколько раз говорили мне о том, что надо отключить, переключить, 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 потому что очень опасная ситуация, но я, это очень дорого, просто 300 тысяч сразу не выложишь из кармана. И тут просто пришло письмо, потому что председателю это все надоело, потому что сейчас все приводится в соответствие. Меняются счетчики, меняются там то, там столбы там заменяются, какие гнилые. И здесь просто пришло уведомление, что я обязан в срочном порядке поменять, и мне ничего не оставалось, как в зимний период долбить и делать работу, которую можно за день сделать, летом, и я зимой делал так две недели. Делали что? Долбил траншею в обеда в дороге. То есть прикладывали провод под землей, а не с воздушной. С воздушной на подземной. У меня вопрос к другому, это как-то отдельный вопрос. В связи с чем ТМП КОНО произвела отключение Кузнецова? А как, если там мой кабель проходил, если кабеля моего там нету, значит там нету и подключения. Отключался кабель Фишера, а не Кузнецова. Мой кабель отключался, мой кабель отключался, который шел от моего счета. Вопрос Кузнецова там не было никогда. Вот смотрите, вот стоит счетчик, вот стоит... Можете коротко объяснить, чей там был кабель? Мой кабель. Мой кабель. Т.е. вы хотите сказать, что отключение было автоматическое? Ну а как по-другому? Если мой счетчик снимают... На фотографиях кто, автоматы или люди? Ну снимают то счетчики люди, кто не автомат. На фотографии люди это снимают, это на моем столбе, на моем участке. Это на моем столбе, на моем участке снимается. Все-таки вот мне сказали, что потребитель потребовали отключить. Кто потребовал не отключить, а сделать переключение? Дело 231, обращение направлено от правления СНТ ДНП Кола Фишеру Александру Давидовичу в обращение собственника участка 189 на территории поселка ДНП Кола просьба в кратчайшие сроки изменить электрическое подключение вашего участка от точки разграничения подключения с воздушной на подземную в связи с критическим наклонением наклона опора. 24 января 22 года. То есть из этого письма я делаю вывод, что это было требование к вам? Конечно. Так кто отключил-то в итоге? Эксплуатирующая организация. Я не могу на трехфазное питание залезть пальцами, чтобы меня убило ток. Я приглашаю организацию, которая... Отключилась лицетентом? То есть вы пригласили организацию? Конечно. Они отключили ТП, они отключили ТП, переставили счетчик, переставили сделать подключение на новое. То есть инициатива была ваша? Нет. Но вы же пригласили организацию произвести отключение. Я выполнил предписание руководства ДНПКО. Я выполнил. Пожалуйста, здесь сказано, чтобы вы отключили других субабонентов. Это неизбежно. У нас нет субабонентов. Правильно я вас понимаю, что вы исходили из того, что вы можете делать требования ДНПКО. Таким образом выполнять, что пострадают другие потребители. Тем самым, понимая, что он пострадает, я его предупредил за две недели. Я понимал, что этого кабеля больше существовать не будет. И за две недели я сделал через юриста предупреждение о том, что у него перестанет существовать электроподключение электроэнергии. Что вам решало запитать его? А почему он должен этим заниматься? Вообще-то. Что еще раз, что мешало? Что мешало запитать? Ну, смотрите, я так понимаю. Как это возможно? Объясни, если у меня новое подключение, как я могу его запитать? Даже если захочу. Смотрите, у вас в договоре энергоснабжение выделено 37,5 кВт. Да, потому что у меня было четыре участка. Специально для этого и купли. И они выделили в 2014 году и сейчас это те же самые, да? Те же самые. Сохранили. Вот та мощность, которая была на живой дом, которая принадлежит Кузнецову, не было выделено ничего. Был выделен на один участок 189, потому что он был один объединен в общий участок, который составлял 60 соток и который был потом разделен на четыре части, который образовался в участок 197, 196, 195. Но электричество я при договоре не продавал. Правильно я вас понял? Сейчас я сформулирую то, что я понял. Вы скажете ну да, либо нет. То есть по требованию ДНП-Кола было по вашему поручению было по вашему требованию было произведено переподключение с ВЛ воздушной линии на кабельную линию. На подземную линию. Кабельная подземная линия. По требованию ДНП-Кола я выполнил его их не задание. Я проложил кабель, а подключение сделали уже представители обслуживающей организации ДНП-Кола. Так все-таки вы мне скажете кто это сделал? То есть требования были... Кабель я сам. Так. А подключили представители обслуживающей организации ДНП-Кола. Потому что я не имею права лезть в электрический ящик 380 вольт. Эта услуга была платная или нет? Бесплатная. То есть вот это... Это наведение порядка в ДНП-Кола у нас везде бордак. Так же как у меня на столбе. Столб был натянут так что он мог в любой момент упасть. Правильно я вас понимаю что вы с ваших слов считаете что надлежащим ответчикам должно быть ДНП-Кола поскольку именно они произвели отключение. Мы вообще считаем что ответчика здесь нет. Здесь нет. Никакого. У вашего узнецова права не было потреблять электроэнергию. А в составлении подлежит нарушенное право. Вернусь к этому вопросу но через другие. Скажите пожалуйста я так понимаю после того как вы продали дом вы продолжали платить за электроэнергию которую потреблял этот дом. Правильно я вас понял? Потому как мы договорились поставить временный счетчик чтобы можно было фиксировать сколько живота звучит немножко в другом. Мы поставили временный счетчик для того чтобы можно было фиксировать сколько потребляет электроэнергии дом Кузнецова и разницу он по этому счетчику мне отправлял на карточку и соответственно тот счет который высылал мне атом энергосбыт я прибавлял к этому счету можно даже по счетам посмотреть там у меня 23 тысячи счет а потом когда Кузнецов отделился у меня стало там 17 15 14 это же видно все посчитано ну давайте еще раз задам вопрос правильно я понимаю что за электроэнергию которая потребляется домом Кузнецова платили вы да да а Кузнецов возмещал на его расходы которые приходились на долю Кузнецова на каком основании вам Кузнецов возмещал какие-либо расходы потому что он фактически потреблялся расходы он потреблял расходы хорошо вы являетесь в данной организации нет не является на каком основании вы брали денежные средства от Кузнецова на том основании что он сам сначала нес расходы перед электросначающей организацией а затем Кузнецов возмещал потребленную им Кузнецов электроэнергию на этом основании у вас есть подтверждение того какой объем каждый месяц потреблял конечно дом Кузнецова я Кузнецову каждый месяц высылал показания счетчика и на основании показания этих счетчиков он не оплачивал все это фиксирует за все зафиксирует все показания какого счетчика тот который временно установлен который шел непосредственно перемычкой удлинителем перемычкой дом Кузнецова то есть этот счетчик показывал исключительно объем потребления Кузнецова не ваш не мой потому что на первичном на первичной точке стоял счетчик мой а на дальнейшей стоял счетчик Кузнецова и соответственно потребитель мой дом хорошо в материалах дела есть какие-то документы подтверждающие то что вы сказали что был вот этот счетчик ну его номер что вы там согласовали показания ежемесячные я не фотографировал я не думал что Кузнецов поступит таким образом как бы счетчик не фотографировал мне кажется там есть счетчик насколько я понимаю это счетчик общий по которому расходы велись на общий счетчик не фотографировался это снимает показания представителя обслуживающей организации это общий счетчик на общей дороге расположен не на участке а вот этот временный я так понимаю между вами у нас есть схема должна быть приложена как и где располагаются столбы и как это все было проработано есть свидетель который там должна где-то быть не это акк разрешения подключения это именно счетчик который на столбе стоит глава от него запитан мой дом когда выключались выключалась электроэнергия была фотография насколько я помню счетчик я честно не думаю когда будем исследовать документы может быть уважаемый суд мы ее увидим я точно помню что была фотография где-то тут фотография за счетчиком а это кузнецов это кузнецов это стабилизатор который стоит у меня в доме и он хочет вот вы говорите чтобы я от этого стабилизатора провел к нему к дому ну или нет сейчас уже установлен после марта да я потом уже поставил потому что у нас скачки электроэнергии и раз уж какие затраты пешимые то пришлось ставить стабилизатор посредственно себя правильно я понимаю то есть в материалах дела нет счетчик который индивидуально на дом кузнецова возможно нет надо посмотреть но с результатами показаний счетчика от нуля когда он стал платить и практически когда он закончил платить все будет совпадать если он там магнит не поставит хорошо а такой вот вопрос платежи все у него есть и у меня а вы ему отправляли по телефону показания счетчиков я просто писал цифры ну мы же родственники ну все же я же не буду его обмануть он же тем более может в любой момент проверить хорошо следующий вопрос что у вас забрали так скажите пожалуйста на момент продажи этого дома другой дом был в крупном смысле ну вы продали дом номер он был не достроен но основным домом был тот который 198 дом 198 на участке 199 189 вот строится то есть спорщина на момент продажи дома договор энергоснабжения был заключен на снабжение какого объекта 189 дома который продан или нет дома который существует сейчас мой лично она в момент продажи дома 195 195 договора у нас уже не было не было он не 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 было необходимости этого договора потому как со слов Кузнецова он рассчитывался со мной несколько лет несколько лет за долг так как мы по договору продали его за один день а рассчитывался он в течение двух лет и он сказал как только с тобой рассчитаюсь я сделаю подключение и сделаю скважину уважаемый суд я считаю что есть вопросы хочу обратить внимание на то что в данном случае идет попытка вести в заблуждение все таки скажите четко чтобы четко мы зафиксировали на момент продажи дома договора энергоснабжения с домом 95 не было не было то есть вы продали дом без его электроснабжения без точки подключения электроснабжения то есть на момент продажи дома дом не был оборудован оборудован дом не поставлялась на законных основаниях электроэнергии на законных основаниях да покупатель лично собирался подключиться для того чтобы получать на момент продажи дома вы хотите сказать что если вы покупаете машину в которой нет бензина то машина плохая съездите заправьте она будет ездить так и здесь подключитесь и будет все работать то есть вы хотите сказать что на момент продажи жилого дома он не отвечал требованиям жилого дома абсолютно отвечал потому что полностью электрофицирован полностью водоснабжение полностью мебелирован абсолютная отделка причем эксклюзивная ручная работа сейчас мы об этом не говорим вообще я вообще правильно понимаю что если дом оборудован всеми коммуникациями но не подключен к соответствующим ресурсам электроснабжения водоснабжения и так далее то вы считаете что дом все равно является жилым разумеется не надо никому ничего отдавать разумеется мы считаем что он жилой потому что он оборудован всем чем необходимо надо только подключиться это не много квартирный дом водолуги с которым вы нам постоянно пытаетесь как бы провести это дом в дачном поселке чтобы вам было понятно каждый собственник строя этот дом подключается либо сам либо за отдельную плату либо покупает уже с подключением это дополнительные деньги это дополнительные деньги вот и все он купил дом дом и земельный участок не более того все выходы водоснабжения канализация канализация работала он 6 лет пользовался этим домом электроэнергии все выведено наружу только просто заключить договор с первичными с организациями это заняло бы неделю это было бы неделю это было некогда сделать видимо один день занимает заключение договора с ДНП после этого идет человек в атомномергосбуд заключает договор на поставку электроэнергии наша организация которая обслуживает ДНП ему подключает все провода и это заняло бы 5 дней 6 ну неделю максимум это может сделать любой представитель Кузнецова старшего механика который все знает учитывая что ему была снижена цена именно я очень сильно снижил я снизил цену на 2 миллиона не даже без скважины я просто продал ему потому что он мой родственник я воспитывал с 3 месяцев у нас умерла дочь я с 3 месяцев воспитывал его сына и он жил просто мы родственники я ближе человека его не чувствовал и то что сейчас происходит для меня нонсенс можно еще раз я уточню вопрос скажите пожалуйста то есть на момент продажи этого дома он не имел технологического присоединения к электросети да не имел не имел не имел и правда скажите пожалуйста правильно я понимаю о чем Кузнецову было известно правильно я понимаю что ваши утверждения можно расценивать как хищение электроэнергии Кузнецовым но никак не нами ну так Кузнецовым я думаю другой вопрос можно самовольное подключение именно так самовольное подключение именно так Кузнецовым хорошо как не понимать тогда ваш довод о том что вы платили деньги за потребление этим домом разумеется платили потому что это его линия и ему приходил до полный объем в том числе неопотребляемое Кузнецовым поэтому он оплачивал это а Кузнецов ему возмещал то что приходилось на долю Кузнецова то есть вы продавали электроэнергию мы не продавали электроэнергию хорошо как это называется никак это не называется если хотите сейчас на уголовное дело себе натянуть пожалуйста в полицию с заявлением следующий вопрос есть у вас задавайте задавайте у нас свидетели да мы уже более двух часов полтора часа два с половиной часа в процессе сидим давайте пооперативно по поводу воды а воду вы получается продавали дарили не подарили просто он пользовался разрешил пользоваться до тех пор пока Кузнецов самостоятельно не пробурит на своем участке скважину это как-то с вами оговаривалось оговаривалось при покупке дома это как-то зафиксировано зафиксировано в смсках которые имеются в материальных делах вы прошлый раз брали месяц на то чтобы ознакомиться с материалом дела надо было ознакомиться там это есть в смсках сам Кузнецов это пишет сам Кузнецов это пишет что я буду бурить скважину Что свидетельствует о том, что он знал, что покупал дом без скважины. В СССР никто не обязан свидетельствовать против себя самого супруга и близких родственников. И предупреждайтесь об уголовной ответственности по статье 138 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Показания давать будете? Пожалуйста, в подписке распишитесь. Первая строчка, фамилия мальчика полностью и после сряда. Ирина Васильевна, скажите, пожалуйста, работали ли Вы председателем ДНП-кола? Если да, то с какого времени и по какое? Я вообще в ДНП-колу работала не с самого начала, сам организацию регистрировала, работала бухгалтером, потом председателем по 2013 год. Затем я ушла, но оставалась бухгалтером. На сегодняшний день снова работаю, продолжаю бухгалтером. То есть практически я постоянно там, у меня так же на какого времени с бухгалтером вообще? Ну, в 2008 году, по-моему, в 2005 году ДНП-кола зарегистрировала и все, я там работала с самого начала. Понятно. Скажите, пожалуйста, Фишера знаете? Да, Александр знаю. Он является моим соседом. Ваш сосед, Вы имеете в виду соседа полчаса, через три участка, как бы на одной улице? Ну, он был рядышком, вот его участок был, где вот сейчас Кузнецов Лев у него купил дом. Ну и дальше через него Саша так же находится. А Кузнецов Лев у него знаете? Да, конечно. Как давно он его знает? Давно я знала еще его жену. Через жену я познакомилась. Присутствовала и на похоронах жены. И, в общем-то... То есть Вы с семьей знакомы? Знакомы, да, с семьей. Мы неоднократно в Машалках были. Я, значит, он проживал, когда у него жена умерла, он через какое-то время начал проживать у Саши Фишера в доме. А в этом доме я ходила мыться, воду набирала, так как у меня на участке нет ни воды, не было на тот момент ни воды, ничего. И я очень продолжительное время, я даже не знаю, сколько времени, наверное, все время я там ходила мыться. После смерти жены Лев переехал в дом, там через короткое какое-то время... Я не помню, в каком году она умерла, не помнится? Да, это 16-й год, это было как раз 16-й год. То, что уже прошло, вот... Посмотри, сейчас вот не сречиваюсь. То есть Лев переехал в дом? Лев переехал в дом, да. Ну и не проживал там, я также приходила, постоянно его видела, мы не учились. Лев проживал, он переехал где-то в 16-м году, был собственником Саши. В 16-м, в 19-м году они оформили договорку при продаже, и, собственно, Лев также и продолжал там проживать. То есть с 16-го года Лев проживает в этом доме? Получается, он там прожил. Как это все было? Потому что сделка занималась я? Могу я рассказать, да? Конечно. Он жил, я постоянно общалась с Сашей. Это же прощение, я сразу объясню, почему я вопросов не задаю. Мы вчера общались со свидетелями, чтобы я понимала, как бы, что свидетелю известно. Потому что мне Александр Давидович сказал о том, что сделку оформляла Ирина. Да, я заявила желание, потому что, пожалуйста, мы с вами оформляли. Я заявила желание рассказать, как все есть. Потому что я непосредственно до последнего момента, до того момента, пока Лев не привел девушку, я ходила в этот дом, с ним общалась, видела. Надя, как сделка заключалась в 19-м году? Значит, сделка каким образом была? То есть Лев там уже проживал долгое время. Он дошел ко мне, ну, то есть я поочередной раз пришла, он спрашивает меня, Ирина, скажи, пожалуйста, сколько будет стоить дом? Предвнизительно сориентируй меня в цене. А название мне это? Да, именно этот дом. Он сказал, вот мне, Саша, мы тогда на тот момент 6 миллионов мне озвучил сумму. Дорого, недорого? Мы тогда с ним разговаривали, я спрашивала, что входит в эту стоимость. Но на тот момент, на том участке, что было? Он уже был сформирован, на этом участке была только выгребная яма, о которой он знал, и он заказывал мне один раз машину, ее чистили. Выгребную яму, применять же. Потому что для мылося, я знала, он говорит, я заказал машину, потому что он пользовался там, он сам ее очистил, выгребную яму. На тот момент там не было и нет скважины. Он пользовался от скважины, Александр был подключен. И, насколько я знаю, по электричеству на тот момент и на сегодняшний момент они в сплаченную оплачивали по счетчику Александра. То есть у них нет электричества и не было. На сегодняшний момент он учет ввелся по счетчику Александра и, в общем-то, частично как-то не знаю, как бы там оплачивали друг друга. Но я знаю, что это было в скважине. То есть у него счетчика не было. Значит, когда вышли на сделку, когда уже вышли конкретно на сделку, он в курсе был, потому что подписывался и договор, он знал все. Я Александру задавала вопрос по электричеству, готов ли он ему отдать. Он сказал, что у них договоренность. То есть у них уже было 6 миллионов, но когда они вышли на договор, он уже уменьшился, уже до 5, там 5, 250, по-моему. У меня с собой даже есть бланк. С чем уменьшили цен? Ну, какие-то у них условия были из-за скважины. Я не лезла в этот вопрос. То есть на одно дело мне предложили помочь, Саша попросил помочь, подготовить договор. Я их спрашивала по поводу того, какие условия, что прописать, что есть, что нет. То есть все характеристики дома, все характеристики участка. В договоре не прописано про скважину ничего, потому что ее в априории там нет и не было. Я его знала, потому что он пользовался именемом скважины Александра. Электричеством тоже знала, что там его нет, потому что там нет счетчика. Но я думаю, что любой человек, который покупает дом, в первую очередь спрашивает, где у меня, какие у меня коммуникации. Все это прекрасно я видела. Акт сверки подписывали оба при мне. Прием передачи? Конечно, конечно. А мы были в МФЦ, я их записывала на регистрацию. Еще был такой нюанс, когда... Я делала договор, спросила стоимость какая. Вот они вышли на 5,250, по-моему. И у них была не вся сумма выплачена. Саша сказал, что он еще не все выплатил. Я им предложила сделать договор о срочке платежа. Это предусматривает закон, можно было сделать не всю сумму. И потом, после того, как он выплатил всю сумму, Лев выплатил бы. Ну, в общем, прекратил договор. Ну, как я могу перевести в соответствие. Просто немножко нервничаю. Не каждый день в суде. Но Александр сказал, что нет, он доверяет Льву. Они прописали, что все, сумма внесена полностью. И, по-моему, он выплачивал ему всю сумму еще до конца, после того, как уже была регистрация. Почему я узнала об этом? Потому что я также продолжала ходить мыться, стираться, воду брать у Льва, уже у собственника, у Льва. И в процессе разговора очередного, мы не один раз разговаривали с ним, я спрашивала его про скважину. Он мне тогда сказал, что сейчас я выплачу долг Александру. Как только выплачу долг Александру, я сделаю скважину, сам пробуюсь. Он мне это говорил, мы с ним разговаривали. Ну, и по электричеству то же самое. Только после того, как выплатить. То есть есть разговоры-то были, поэтому я сама изъявила желание прийти и рассказать. Потому что все это было, я прямой свидетель. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, кто смотрел за домом в отсутствие Кознецова? Я. Вы. Да. А помимо вас кто? Может быть, родственники приезжали, но вообще до момента, пока появилась девушка у него, которая стала жить, приходила все время и я. До какого времени вы следили за домом? Слушайте, ну, год назад, когда он женился, он женился, девушку как-то быстро привел, женился, и все, и они стали жить вместе. Да. И я тогда уже пришла, ему ключи отдала и стала... То есть это начало 22-го года? Да, у меня ключи были. Какое время будет? Начало 22-го года, конец 22-го года? Сейчас, подождите. Конец 21-го. А он даже, когда последний раз, он уже расписался, и они уже уехали. Когда вы отключены дали? В 22-м году я уже отдала отключения. Когда? В 22-й год, 12 месяцев. А когда они расписались? Вот я отдала, когда они расписались. Я не помню, это 21-го или 22-го. Когда расписались? Или на ноябрь или декабрь расписались? Вот они расписались, я отдала отключения. В 22-го? В 22-го? Нет, они в 21-м расписались. У нас обстоятельства отключения. А, в 21-м, когда отрочивали? Они, в 21-м, я отдала отключения. То есть в конце 21-го года отдали. Вот когда я расписался, когда привелась девушка, потому что, ну, это некрасиво уже ходить там. Я перестала. А вылез на кто-нибудь другой, кроме вас, там присматривал зато? Я знаю, они просили меня еще и потом, после того, как они расписались. Они приехали с отпуска, он позвонил мне и сказал, можно тебя попросить смотреть за домом? Я сказала, давай мы этот вопрос решим. Но я отказалась, потому что мне Саша уже до этого предложила к нему ходить. А, ну, то есть, как бы можно к нему дать ходить? Да, и я не стала у него уже брать эти, ну, ключи. Просто не стала. Вам известно, кто? Он кому-то поручал, какой-то присмотр и задумал? По-моему, какая-то юрист у них была. Они сказали, что у мамы были, по-моему, ключи, потому что мама должна была мне ключи передавать, им встретиться. То есть, там участвовали родители. А на самом деле, не знаю, кто. У меня же собор стоит, я не видела, кто ходил. Я Льва видела, он приезжал, когда мы здоровались, разговаривали возле уже. С адвокатом он каким-то приезжал, мы тоже с ним разговаривали. Скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то основания отговаривать Льва? Нет. А Александра? Нет, тоже нет. Я по существу вопросу, потому что я свидетелем была. Я просто не могла молчать. Скажите, пожалуйста, подключение к технологическим сетям. Кому принадлежат сети, которые расположены в ДНП? Столбы. Столбы, провода. Кому принадлежит ДНП? ДНП кола? ДНП кола. Мы только наши все, наши лично, у меня из дома выходит, как у Александра, везде. Мы до счетчика. Это наш провод. Все остальное, что счетчик, и все провода, которые идут дальше, выше счетчика, это все идут ДНП. Скажите, пожалуйста, подключение платное? Технологическое присоединение было. Оно всегда было платное. Только когда покупали, приобретали люди участки, было сто на 50 тысяч за подключение. А потом уже со временем, в каком году, в 2022 году, по-моему, в 2022 году, по-моему, в 2022 году, был протокол, собиралось собрание, и протокол определили сумму в 500 тысяч. Объясняю, почему? Могу даже объяснить, почему. Потому что я сама спрашивала, мне было интересно. У нас уже люди подключались по этому соглашению. Почему? Потому что изначально наши сети были рассчитаны на определенное количество участков. Изначально. И была определенная цена. Цена вообще была раньше другая. Это был какой, 9-й год, когда все эти сети делали. 8-й, 9-й и так далее. И нагрузка была определенная на сети. Потом у нас, в связи с тем, что очень востребованы участки, именно в нашем ДНП, очень многие строители скупали участки и делили их на 2 и на 3. То есть, соответственно, нагрузка была совершенно другая. Ну, и, кажется, пожалуйста, известна вам средняя цена на 19-й год стоимости земельного участка, даже под бездома. Они минимум 3-5 миллионов стоили участки. На 19-й год? Сам участок голый. Ну, то есть бездома кусок лет. Потому что было понятно, что это куски леса. Как только у нас в 12-м году продан был последний участок, у нас участки уже тогда 1,5 миллиона стоили. Как только заполнялось, вот уже в 19-м году, в 20-м, в прошлом году мне за 6 миллионов просили, люди не продают. То есть, люди даже не готовы деньги платить. 6 миллионов просто за пустой участок. У нас уже давно нет участков, и они очень сильно востребованы. Поэтому, когда Саша продавала, я была удивлена, конечно, по такой цене, 10 соток у нас сейчас дома продаются 20 миллионов, 30 миллионов, 15, это таких цен даже нет. У нас один участок дома на сегодня продается, 15 миллионов, он убитый дом у человека вообще просто. Все остальные дома за 20 и выше. И на тот момент такие же цены были, но гораздо много, в соответствии там 15 и так далее. Поэтому я была удивлена, но он мне объяснил, что это родственные связи, но у меня нет. И в жизни собирались вместе они. Хорошо, пожалуйста, устроена ответчика вопрос. Да, есть вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, то есть дом, если на участке строится, потом за подключение электроэнергии платится денежек, правильно? Да. А кому платится? ДНП. ДНП, да. Хорошо, а если дом потом продается нужно, потом еще раз платить денежки за подключение, он же уже подключен. Если дом не подключен? Нет. Вот построили дом, подключили, продали. Но вы, собственно, не должны подключать за нас? Смотрите, я купила участок. У меня на участке 15 киловатт. Я построила дом. А потом решила отпилить кусочек участка и продать. Нет, я же простую схему. Простую схему. Вот вы купили участок, построили на нем дом и продать. Да, я могу без электричества, без всего продать. Я не в этом вопрос. Вот вы его построили, подключили, заплатили деньги. Да. Все, с электронией, ну понятно, что он дороже, что правильно будет стоить, с подключением, с всеми делами, с коммуникациями. Продать. Да. Новый собственник должен еще раз платить за подключение. Давайте так, вы говорите... ДНП КОЛО. Вы говорите немножко о другом. Вы говорите с электричеством. Я задаю вопрос. Вы говорите с электричеством. То не должен. То не должен. То не должен. Но они в этом случае не будут. Не было. Смотрите, договор приложен, наверное, да? Продолжение следует. Да, вы говорите с этим, что все отвечали на вопрос. Договор при продаже приложен. Договор нету. Не передается ни скважина, ни счетчик. Нету. Его изначально не было при продаже. Они об этом вопрос подключили. Подождите. Что здесь скажем? Я вас про литературе не спрашиваю. Дом, который продавался ответчиком ИСЦО, был подключен к электрическим сетям? Было. Его предоставил сеть. Дополнительный провод провел Александр к нему, для того, чтобы можно было им пользоваться этим домом. Временно. Откуда провел? От своего сетчика. А дом на этот момент существовал другой какой-либо? На этом участке? Либо на соседнем участке? У Саши. Конечно, Александр как бы так существовал. То есть на момент продажи был? Не на этом участке, а он уже был тогда разделен. Участок на момент продажи был разделен. И у льва один участок, у Александра другой участок. И получается, что у львов, который купил лев, была просто кинута временная проводка. Переменечка. И еще сам скважина. Временная была кинута переменечка, мне просто интересно уже. Ну дело в том, что когда Александр, в смысле про временная... Ну вы сказали, что была на дом, жилой дом, кинута временная переменечка. Когда была кинута, кем кинута, откуда кинута? Насколько я знаю, Александр изначально этот домик просто делал для себя. Он просто его строил для себя. Он себе кинул временную туда временку. Откуда он кинул? Со своего дома, с другого, со соседнего участка. С соседнего участка. Такое быть может? Хорошо, какой был дом первый построен? Который продан был льву или который сейчас у Фишера находится? У Саши Фишера. У него электричество было подключено изначально на том участке. Вы смотрите... Хорошо, вы про нумерацию домов не можете что-нибудь сказать? Вот какой, под каким номером дом был создан? Давайте так. У нас нет нумерации дома. У нас подключение электричества не обосновано только домом. У нас как только человек берет участок, у него было электричество. У него был изначальный участок, он от него отрезал, и когда он его продавал, у него изначально не было электричества. Лев об этом знал. Смотрите, правильно я понимаю, вот допустим, вот линия электропередач идет воздушная, да, которая подлежит ДНП Кола. Вот участок, еще пока ничего нет. Не построено. Все, мы там ставим вводно-распределительное устройство и сюда выводим, да. Дальше мы тут инструмент подключаем, и постепенно у нас растет домик, да. Вывод домик, чем подключаем. А потом я заходила и поделила на четыре части, и пусками продаю. В смысле, подождите, что здесь не правильно? Не правильно, потому что... Я извиняюсь, можно передать? Да, да, да. Потому как участок, грубо говоря, был вот такой вот. Вот здесь идет дорога, здесь идет... Я принципиально показываю. Я... Нет, вы принципиально показываете некорректно. Вот здесь стоит столб. Вот здесь вот стоит столб. И вот здесь вот стоит столб. Вот здесь стоит мой дом. Вот здесь, на этом столбе, стоит счетчик. Вот так вот провели кабель. Здесь и завели в мой дом, где вы видели трансформатор. Чтобы вот этот домик подключить, Просто здесь сделали вот от этой точки перемычку вот сюда. Из этого дома вот отсюда. Почему вы вводите мой вопрос в сторону? Я показываю, как это идет. Давайте мы визуально, чтобы понимать, как это происходит. Визуально. Это конкретно в этом. Вы нарисовали дом с другой стороны. Вы нарисовали дом с другой стороны от этого счетчика. В 2014 году я заключил договор с Сатамангазбетом. И меня подключили вот сюда. Провели кабель. От этого кабеля я потом подумал, что это очень затратный дом. Вам выделили на весь участок, который тоннель, 915 кВт? Да. 37,5 кВт. Потому что я у соседа купил, там купил участок и объединил. Но когда начали брать... То есть правильно я понимаю, на все вот эти участки, с учетом, что он был не один, а 15-15 кВт, там еще какой-то кусочек, в общей сложности получилось 37,5 кВт. Именно. Нет, он покупал, а что это? Можно я задам вопрос? То есть все, на данный момент еще каких-то объектов не настроено, но на вот этот участок выделена такая-то мощность. Да. Все. Дальше вы имеете какое-то водно-распределительное устройство. Никакого водно-распределительного устройства я не имею. А на кем-клубе у вас скамьи на земле валяется, что ли? А он идет по столбу, опускается и в щитке... Ну я вообще только это есть, водно-распределительное устройство. В РУ это огромное, огромное устройство, которое распределяет на сотню квартир в жилом доме. Вы все время к жилым домам возвращаетесь. В РУ на наших участках не ставится. Ну, мы не будем сами спорить, я инопитик по-настоящему. Я тоже инопитик по-настоящему. Но очень плохо, что мы сейчас спорим по поводу груши. Поэтому вы в РУ на нашем участке и в нашем поселке не найдете. Давайте не будем, что такое водно-распределительное устройство привязывать к нашим домам. У нас есть обычные щитки. Ближе, давайте. Это щиток есть. Ближе к делу, давайте. Хорошо, будем называть его как вы хотите. Здесь вот на этом столбе стоит щечек. Секунду, вопрос о свидетеле вообще. Мы поняли, что тут... Как выключили, я дальше продолжу. Вот сюда был подключен ваш дом. Здесь вы его подключили, чтобы мог в этот домик... То есть правильно я понимаю, что была какая-то единственная точка от акта размещения баланса принадлежности, который прописан, что вот отсюда это ДНК пола, ответственность, это значит собственник этих замененных участков. Их там несколько. Эта точка прописана в договоре и указана от распределения... От размещения баланса принадлежности. Правильно? То есть я не знаю, та точка там. Далее уже мы строим какой-то объект. И мы бросаем там уже своя... Нет, подождите, а в договоре где прописано? Вот сюда подключен сразу провод. Не какой-то объект, а вот к этому объекту сразу подключен. Хорошо, давайте мы сюда донесуем дом. Вот эта точка, куда подключение. Тут какое-то самое... Никакого подключения. Первичное. Правильно, вагончик там стоял. Да, фотография. Вагончик стоял. Все, дальше мы строим дом. Да. Мы построили дом. Мы его построили не вместо этого бончика, но на каком-то расстоянии. Мы должны что-то отсюда подвезти, правильно? Не обязательно. Что мы должны подвезти? Откуда? Нам нужно дом запитать. Вот у нас точка подключения. По вашему счету, по-моему, водно-распределительный устройство. Мы должны распределить эту энергию по объекту, который на этом земле. Вы, вот вы выводите в сторону. Вот у меня идет провод вот сюда. На мой дом. Это надо в должности. Это как раз в практиках и в принципах. Так я отвечу. Давайте мы свидетелю зададим вопрос, а потом уже будем выяснить. Вы выводите в сторону. Хорошо, ладно. Вы хотите о чем сказать, что если у него участок был большой, то когда он это пилил, он должен... Я хочу задать вам вопрос, а я не хочу здесь дискуссировать с вами. Задавайте конкретный вопрос тогда. Скажите, пожалуйста, когда вы были в этом доме, там электроэнергия была, которая была продана? Да. Она была и после продажи, и до продажи? И до продажи. И он эту сумму уплачивал, склачивал. Александр говорил... Давайте конкретно на вопрос отвечать. Была, не была. То есть электроэнергия была и до продажи, и после продажи. Более того, вы даже знаете, что они совместно платили за электроэнергию. Да. Ну, сначала, да. Хорошо. А вы знаете... В складчину, не совместно. Хорошо. Что такое по-вашему в складчину? Ну, я считаю, что оплачивали они электрический счет, который выставляли Александру на его участок, и они платили, потому что тот пользовался. А как еще иначе, скажите, пожалуйста. Ну, то есть совместно владели, правильно? Не владели. А Александр ему временно. И когда он... А почему не... Подождите. Не вверх ему временно. Подождите, когда он в час покупал, у него в договоре прописаны киловатты, что ему выделяется счетчик. Он тогда покупал... Вы в квартиру такой... Уважаемые счетчики... Давайте мы вопросы не будем задавать, вы у нас отвечаете на вопрос. Вы не задаете вопрос. Хорошо. Но подождите, когда покупался дом? Вы когда квартиру покупаете... Счетчики есть там? Есть счетчик. Хорошо. Есть квартиры, которые без счетчиков продаются, читают по нормативам. Уважаемые представители САК, конкретно задавайте вопрос. Не нужно вступать в полемику с свидетелем. Пожалуйста, конкретный вопрос. У нас есть общий домовой вопрос. Я задал конкретный вопрос. Что мы взяли, что электроэнергию бросил именно Фишер Александров. Давайте так, когда заключался договор, сам купли-продажи, у него цена, извините, с 87 миллионов, он меньше подождите. Стоп, стоп, подождите. У нас есть условие договора. Когда договор заключался, и Лев знал, что уставитель САК, давайте мы дослушаем, у него не было электричество фактическое, у него не было прибора учета, исчисления электроэнергии, у него не было. У него не было ни прямого договора. Лампочка светила? Да и мы ему не выставляли еще. Лампочка светила? Ему даже не стало чего-то пользования не выставляли. Послушайте, я на вопрос спросую. Лампочка светила? Отвечайте конкретно на вопросы, которые он задает. Светила лампочка? Да, светила. Было электричество или нет? Было. Было. Хорошо. Это имеет... Подождите, стоп, вы не так. Сидите, отвечайте на вопрос. Отвечайте на вопрос. Не надо сейчас вступать в полемику. Давайте я вам так скажу. Изначально, когда Лев туда пришел жить, он жил в доме Александра. Александр для своего удовольствия. Какая разница? Подождите. На момент продажи, его продажи, было электричество. Вы говорите, вы мылились там, была вода, электричество. Все было. Уважаемый свидетель, еще раз вам суд разъясняет. Вам задают вопросы. Пожалуйста, конкретно отвечайте на тот вопрос, который вам задан. Хорошо? Вы у нас не сторона по делу, чтобы давать сейчас свои какие-то пояснения. Либо задавать вопросы другим участникам. Вы как свидетель приглашены, поэтому, пожалуйста, отвечайте на конкретные вопросы. Вот у нас здесь возникал вопрос. Куда справляли нужду? Вот, скажем так, жители данного дома, куда справляли нужду? У него грибная яма есть. Прямо в яму? У него есть туалет, слезной бачок или там что-то как-то. Вы, наверное, знаете. И туда грибную яму все уходило. Он сам лично заказывал машину, и мы яму приезжали и чистили. А кто заказывал? Он. Он кто? Лев. Лев. А на участке был там какой-нибудь септик? Ну, вообще-то по проекту не предусмотрено септики. Я задаю простой вопрос. Был либо нет? Не было. У него грибная яма изначально. То есть септика никакого не было? Не было. И проект там не предусмотрено септики на участках. Так, хорошо. Проектом вообще изначально... Проектом не предусмотрено. Да, администрация нам дала заключение, в котором прописано, что... Сажите, пожалуйста, а вы занимались договором купли-продажи, вот так вот много знаете про проекта. Вам как-то, ну, наверное, вы оказывали какие-то услуги, как-то оплачивали, да, вашу работу вот этого? Саша мне не оплачивал, и многие мне не оплачивают, потому что я люблю помогать. Любите помогать? Ну, безвозмездно, то есть ли я? Конечно. Это так и есть. Я не вспорюю. Так у нас весь поселок практически охраняет дома, я всем помогала, за ручки водила, подсказывала, и до сих пор это делают. То есть вы настолько были просвещены, что вам даже доверяли администрацию, где-то с недвижимостью стоимости... Да, вы можете удивиться, я обратиться в администрацию комнаты, очень не только осенит. То есть, другими словами, я могу сказать, что у вас какие-то прям отношения, скажем так, ну, доверительные. Да, вы можете уточниться в поселке об этом, да. То есть вот настолько близко... Ну, важно, что я хотел бы обратить внимание, что вот показаниям надо все технически относиться. Доверительные с кем? Ну, с Фишером, правильно? И с Альфом так же. И с Альфом так же. Если вы в курсе, можете с ним общаться, мы с ним абсолютно нормальные отношения, и не ругались. И ключ доверял человеку. Да. И до последнего он мне предлагал свой ключик и посмотреть за домом, и пользоваться домом. Вы по поводу счетчика. Значит, если вы считаете, что счетчика нет, значит электричества тоже нет. Или может все-таки потребляться электричество без счетчика? Когда Лев поселился в доме до покупки его, там было электричество. Почему объясняю? Потому что Александр его протянул для себя туда, чтобы можно было его, допустим, отталкивать. Ну, какие-то услуги для себя там. В туалет сходить, лампочка, чтобы горела, или еще что-то. Когда Лев поселился до того, как он купил дом, электричество там было. Потому что Лев жил в доме Александра. Когда дом они продавали, они обговорили эти условия, что электричество должно быть у Льва, он должен сам его подключить. И также пробурить скважину. И он ему наставил электричество, не обрубил сразу. Потому что они родственники. И Лев согласился, что да, он это все сделает, как только рассчитается по договору основному. Который, кстати, они подписали. Да, я сказала сразу, что у меня выплатили. А доверитель на Лев потом счетчика. Хорошо, я правильно понял, что счетчика на дом не было у Льва? И Лев об этом знал, и он планировал это сделать. Не было счетчика, правильно? Не было. И учет у него не ввелся. Хорошо. А может быть вам известно, раз вы такие подробности знаете, каким образом производились расчеты за электроэнергию, которые потребляет этот дом, если счетчика не было? А у нас вставляются квитанции. Ну понятно, квитанция она общая. А вы говорите, что на дом нет счетчика. Как определить, сколько было потребления? Они поставили, по-моему, какой-то изменитель просто, да? В счетчик поставили, дополнитель. Потому что он учет, да, вести. Именно чтобы понимать, сколько расходовал Лев. Так, был счетчик или не был? Для того, чтобы понимание иметь, сколько... Это Лев изъявил желание. Почему? Потому что... Счетчик был или нет? Счетчик? Не был. Уважаемый суд, я прошу вот просто умышленную подсказку. Почему? Потому что до этого, да, не только знали совсем людей. Подождите, пожалуйста, у него счетчик был на линии Александра. Это счетчик был Александра. Вот ответственно, отвечательный вопрос. А сторона ответчика, пожалуйста, давайте не... Давайте так, это не счетчик Льва был. Это счетчик Александра. Да, каким образом ввелся учет на этот... Александр может у себя поставить на участке, хоть 10, хоть 20. Вы сказали, что измеритель. Что за измеритель? Это счетчик. Да, на его линии был дополнительный счетчик, через который был подключен для учета, сколько конкретно Лев мог заплатить. То есть дополнительный счетчик? Чтобы не так, как это Лев изъявил желание, чтобы это... Не нужно повторять, мы поняли. Давайте один раз ответим на вопрос, что хватит. Повторять одно. На линии Александра. Что значит на линии? Можете конкретно обязательно писать физически, где он находился? А я не обязана это смотреть, потому что я с одним... У меня, я прошу к другому спрошу. Вживую, видели его или только со слов? Лев сказал мне. Мне говорил Лев. То есть наличие счетчика вы потребить не можете, потому что... Со слов Льва. То есть вы лично этот счетчик не видели? Не видел. А я не хожу, не смотрю особо там, ну, если мне это неинтересно. А со слов Льва, потому что я знаю, что он рассчитывался с Александром по счетчику, потому что он сказал, что мне нужно учет. И они поставили счетчик для того, чтобы на линию Александра... То есть по инициативе Льва был поставлен счетчик? Чтобы он Льва, потому что конкретно он израсходовал. А не так, чтобы пришел счет, Александр сказал, О, Лев, я считаю, что тебе там нужно 10 тысяч оплатить. То есть Лев это поставил, потому что он знал, что он в разъездах бывает или еще что-то. То есть у него электричество там. Он здесь есть электричество. Ну, то есть учет. Именно его учет. То есть какая-то договоренность между ними была, правильно? Лев хотел учет. Он такой человек, которому... То есть договоренность была какая-то, правильно? На линии Александра был поставлен счетчик. Договоренность была? Договоренность была, потому что Лев хотел знать, какое количество. Ему киловатт платить за счетчик. То есть потребление дома было санкционировано, правильно? Александр ему оставил электричество, потому что он его родственник. То есть потребление было по согласию, по договоренности, правильно? Получается, провод Александра. По согласованию с Фишером? Да, временно. Временно. То есть пока он должен был... Сначала весь договор. Он его выплатил? Да, он платил, кстати, после того, как подключился. Когда он закончил его платить? Это я не знаю. Это... Я говорю, даже я не знаю. Когда чего? Когда я пришла к Льву, в очередной раз, после того, как уже была сделка завершена, и он уже был владельца, то по поводу того, чтобы пользоваться домом, я уже не к Саше пошла до Гвай, а с Львой. Я к нему пришла. Я говорю, Лев, ты теперь собственник, можно пользоваться домом? Он говорит, конечно, я езжу, давай тебе ключ оставлю. Или, да, в общем, пользуясь дальше, продолжаю. И мы с ним разговаривали, еще раз повторяюсь, по скважине. Он сказал, как только я выплачу за дом, я сделаю скважину, говорю, и я сделаю электричество. Что вы сейчас сделали электричество? Можем по-подруге? Подключим. Подключим. В том, как ключи. Куда? Временно. Пожалуйста, давайте я... Подключим временно. Мы об одном и том же говорим уже несколько минут. Уважаемый суд, я не знаю, либо это не знание законодательства, задавайте... Вы, уважаемый свидетель, уважаемый представитель СССР, вы задавайте вопросы, как свидетель считает нужным, он так отвечает. Он законодательство знать не должен. Вы задавайте вопрос и послушайте ответ. И не нужно об одном и том же несколько раз задавать вопросы. Пожалуйста, следующий вопрос. Ну, в принципе, у меня нет вопросов. Есть? У меня два вопроса есть. Скажите, если вы занимались заключением по договору публик-продажи, какая-то сторон предлагала ввести в договоры свидетелье о том, что есть какие-то недостатки дома, либо земельного участка, либо какое-то инженерное оборудование, либо коммуникация отсутствует... Да, мы разговаривали об этом. Поэтому в договоре не отражено ни скважина, ни счетчик, потому что изначально на участке не было. Вы обсуждали это при подписании договора, при составлении? Сагун, потому что они при мне подписывали договор, при мне подписывали... При мне подписывала приема передачи Лев и Александр. И сумма, полученная в размере полном объеме, Александр писал при мне, и мы эти документы отдали на сделку. У льва претензий не было никаких, абсолютно. А у вас по структуре отличаются договоры, если приобретаются, допустим, за скважиной подключены? Конечно, прописываются киловатты. Сдавался вопрос, передается ли, что там будет. Киловатты изначально подразумевают, что если бы у него был счетчик. Вообще, в договоре это не прописывалось, потому что у него не было. И если семейный участок продается вместе со скважиной, то в случае соединения в договоре указывается. Да, да. То есть семейный участок продается источник соединения и со скважиной. Просто если бы скважина была, она же именная, мне бы пришлось просто передать ее, как собственность. Да. Это как отдельная. Если бы на участке 195 была скважина, она была бы оформлена на мое имя, и я бы должен был ее передать. А так как этой скважины нет, ничего об этом не написано. И точка подключения, она была бы на мое имя, и договоры, она была бы на мое имя, и киловатты были бы выделены. Тогда бы я передал в договоре, все было бы отобразилось. А так как этого ничего не было, договор пустой. И это все... Сколько я понимаю, цена в этом уменьшилась. Цена там 10 тысяч. Пожалуйста, следующая. А право собственности на скважину каким образом оформлено? Не право собственности, а изначально, когда скважина выписывается, на какой-то определенный... Ну, работа сделали одни, а потом как-то регистрируют этот объект недвижимость. Конечно. Не обязательно. Ну как это? Трислировано. Ну, у меня есть паспорт на скважину. Ну, зарегистрировано, что-то, в рост-реестре скважины не регистрируется. В рост-реестре скважины не регистрируется. Вы сейчас к чему? Потому что... Регистрирования телева нет. Ответьте мне. Нет, мы все не регистрировали. У нас не было необходимости. Закон скажет это делать, мы будем это делать. На сегодняшний день нет такого четкого. То есть скважина... У нас на участке ни у кого не зарегистрирована скважина. Насколько я понимаю, я обслуживаю еще 10 поселков, и так тоже мы у кого скважина не зарегистрировали. У вас вопрос? Да, я просто хочу сказать, что на каждом участке написано скважина, номер такая-то, 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 на таком-то участке номер участка. Перенадлежит Фишеру Александру Давидовичу, прогурина тогда-то, тогда-то, какой-то, какой-то организации. И есть практика у нас на участках, если человек бурит, скважина двоит, они как два собственника прописываются. Ну, то есть получается, что платят два человека. Прописывается один, два, или три, или четыре, сколько людей складываются для того, чтобы пробурить эту скважину. Еще вопрос. Они все прописываются. Чтобы скорых нет. Да. Следующий вопрос, пожалуйста. У меня один вопрос, на который я на сих пор не получил ответ. Скажите, пожалуйста, при продаже дома нужно ли заново платить за подключение, если уже дом подключен? Как сказать, вот временное подключение, наверное, бывает. Но у него должно быть подключение электричества, конкретно счетчик стоять, должен быть прибор учета. Вы что сказали, что счетчик был? Александр, я еще раз повторяю. Нет, там, агрома. Два счетчика у него был. Счетчик, который стоит, от которого идет исчисление, и счетчик он поставил на свою линию, для того, чтобы Лев знал, какую сумму ему оплачивать. Смотрите, вы председатель ДНП Кола, правильно? Была. Была, но на тот момент. Я в 13-м году полномочия дала, и потом дальше работала в гуглоте. Вы должны хорошо знать, требует ли эта организация повторно внесения оплаты за подключение при смене собственника? Да или нет? Вы должны это хорошо знать. Что значит повторно? Если точка подключения расположена на земельном участке, этот земельный участок с домом продается, требуется ли заключение с новым собственником нового договора? Еще раз, если она была. Если она была, то не было. Вот вам вопрос конкретный. Если была. Если есть точка подключения, то не продается земельный участок. Конечно, продается с киловаттами, все это прописывается в договоре. Не нужно ничего платить, и никто не платит. Но если подключение... Если на земельном участке нету точки подключения... Конечно, человеку... Нужно заключать договор. Конечно. То есть, правильно, спасибо. То есть, правильно, спасибо. Договор какой? Заключается договор с ДНП на точку присоединения. На сегодняшний день ДНП Кола является поставщиком электроэнергии. Нет, нет. Подождите. Он является поставщиком, потому что сети являются... Не поставщиком электроэнергии, но передача электроэнергии происходит по сетям именно ДНП. Они все это регулируют. Они занимаются обслуживанием, в том числе люди оплачиваются. А здесь... Правильно? А здесь получается новая точка подключения. Новая. Участок продан без электричества. Там нету точки подключения. Там нету скважины. И у территориально тоже там нету. Следующий вопрос. Вы очевидно говорите, есть электричество, или что там нету без электричества. То есть дом продан нежилым, правильно? Без электричества, без водоснабжения, вот стены. Он продал жилым и зарегистрирован жилым, потому что у него подведены все коммуникации. И он соотносится к характеристикам жилого дома. Значит, технологические присоединения существуют. Правильно я вас понимаю? Пожалуйста, подводите. Вы же сказали, все коммуникации подведены. Электричество подведено, нужно только заключить в том, что коммуникации подведены изнутри, из дома. А вы, пожалуйста, подключаетесь к основным коммуникациям. Без проблем. Вы только заплатите и подключаете. Скажите, пожалуйста, физически электроэнергия поступала в дом? Электроэнергия была Александра. Это было изначально его дом. Мы уже задавались. Потому что уклоняются от прямого ответа. Вам отвечают, но подавают нужным. Если вы хотите получить другой ответ. Это свидетельствует на вопрос. Давайте я сформулирую максимально четко. Ответьте на вопрос. Вы хотите подвести к тому, что если... Не надо за меня думать, я к чему хочу подвести. Ответьте на вопрос. Вы слышите вопрос. Формулируйте конкретно, четко, пожалуйста, вопрос. Дом был подключен физически к сетям. Уважаемые представители сца, данный вопрос снимается председательствующим, поскольку он уже задавался неоднократно. Какой ответ был? Он был подключен в дом Александра. Он не был подключен фактически к сетям ДНП. Он был подключен от сетей Александра Давидовича Фишера временным подключением, временным проводом. Временным. Хорошо. Почему? Потому что тогда это бы не было. Просто отвечать на вопросы. То есть правильно я вас понимаю, что технологическое присоединение к сетям ДНП существовало? Не было. Я вам только что сказала. Не было. Вы сказали, что дом Фишера был подключен. Он был подключен к вашим сетям. А дальше там по цепочке можно все равно питаться. Было подключение? Фишера дом был. В свое время было задвачено деньги за подключение? Фишер платил. Но было задвачено? Было технологическое присоединение? Фишера было к тому своему участку. Еще раз объясняю. Присоединение было технологическое? К сетям? К участку ДНП. Данный вопрос снимается. Ну как снимать? Не отвечает. Еще раз объясняю. Если свидетель не отвечает, то, что вы хотите услышать, это не значит, что свидетель не отвечает. Свидетель уже неоднократно ответил на неоднократные ваши вопросы, аналогичного содержания. Мы не можем здесь сидеть вечно. Ну ладно, на самом деле, это логический вопрос, возможно, вы не знаете. Но у меня с вами есть вопрос. Пойдите, пожалуйста. Все. Как вы нечего задавался, Львов? Он все это знал. Столько подробностей, все знал. А лимитарно вы не знаете, что технологические присоединения существуют. Еще вопросы, пожалуйста. Мне нет вопросов больше. У вас? Мне нет вопросов. Все, спасибо, можете быть свободны. Пригласите, пожалуйста, следующего свидетеля. Держащего, не любят. А я горючего. Являетесь близким родственником к кому-либо из лиц участвующих в деле. Неприязненные отношения испытываете к кому-либо? Никого. Не для оговора имеется. В одной стороне имеется. Вам возникняется гражданская долг и обязанность правдива раскладывать все известное пустое, что мы рассматриваем в судном делах. Также в соответствии со статью 51-й Конституции никто не обязан следить застать против себя, самого, своего супруга и близких родственников. И предупреждайте себя в уголовной ответственности за отказы, бачи, показания, задачи, заведомо ложные показания. Показания на вас будете? Пожалуйста, подписки и распишитесь. На второй стоечке помыли имя отчества и наше патрис. Показания на вас. Организация называлась, я просто не знаю, с кем был заключен договор. Либо энергосервис, либо ЭПК-доник. Еще раз и понятное. Либо энергосервис. Ну то есть договора не мое было. Работал я инженером. Работал я инженером. Скажите, пожалуйста, помните ли вы, таким образом происходило технологическое присоединение участка Фишера. В каком году это помните? Ну, год, наверное, был 2012-й. Он к нам обратился по подключению, соответственно, мы пришли, материалы были все с его стороны. Ну, и, соответственно, натягивали СИП-робот. СИП-робот. Скажите, почему вы этим занимались? Почему лично Фишер? Ну, потому что это МИБУ, наверное. Все участки подключали, как бы, на ведение в нашем бюро. В вашем ведении. Скажите, пожалуйста, известно ли вам о том, в каком состоянии эта опора находилась на момент подключения, либо, может быть, на... Опора какая-то. Густая опора, на которой подключали Фишера. Ну... Топ-стоп или, если я как правильно его назвать? Все, понял. Опора находилась... Ну, она была промежуточная, и она не... Так как Александр предоставил материала слишком СИП-провод, слишком большого сечения, то она, конечно, кренилась. То есть, если опора была, которая на его участке, она была сухосинной, то это нет. И получается, она кренилась в сторону дороги. Поэтому... Чем это грозило? Ну, во-первых, это была небольшая высота. Техника могла порвать. И плюс провис, большой провис. Ну, из-за этого, большой провис, из-за этого могло быть все. Это опора сломать, ну, то есть, накрениться. Ну, если эта опора накренилась и сломалась, чем это грозит? Какие последствия? Вся линия обесточена была. Вся линия обесточена была. Вам известно что-нибудь о том, что Фишер являлись требования к переподключению? На тот момент, так как, например, доставлялись материалы Александрам, нам было сказано, что в будущем, конечно, желательно перейти, проложить камеру на линию в земле. И все? То есть это были ваши эдомидации? Конечно. На это все? Иначе, да. Могло что-то быть с опорой. В 12-м году сегодня? Да. На сегодняшний день, что там, в каком состоянии все это? На сегодняшний день я его не обслуживаю. Когда вы перестали обслуживать данного пола? В каком году? Тут тоже могу ошибиться, но это может быть год 15-й, там, давно уже было. На душу. Можно чуть-чуть позже. Да, есть вопросы. Оставите, пожалуйста, вот этот столб, который вы подключали, он кому принадлежал? Данпе кола. Данпе кола. Правильно я понимаю, то есть на момент подключения уже тогда возник вопрос о том, что есть опасность, да, аварии, аварийного режима. Вы сейчас сказали, там, сечение кабеля было слишком большое, она угловая. Нет, она была промежуточная опора. У Александра была большая мощность, во-первых, я как помню. На тот момент все стояло. Ну, в связи с чем появились рекомендации, желания? Да, что СИП сам по себе тяжелый, и при натяжке он, так как там вот опора стояла Сухусина, она держала ее, не давала ему кривиться. А здесь она была сама по себе. Хорошо, на момент подключения, на момент самого подключения технологическое присоединение отвечало всем необходимым требованиям к правилам электроустановки, эксплуатации электроустановок полным? Да. Да, то есть мы говорим о том, что требования по технологическому присоединению были все технически выполнены, правильно? Да, в будущем. А вот эти вот пожелания, рекомендации появились на будущее, правильно? Ну, потому что Александр сказал, что я перевожу, потом будет кабельная линия. То есть это чье было желание? Это была необходимость. Потому что, подождите, вы сейчас сказали, что технологическое присоединение было выполнено нормально. Такие информации были даны в связи с тем, что в будущем из-за ширины сечения этого провода, в будущем он может пролезнуть. Да, все дальше, дальше опора. То есть на момент установки все было хорошо, но в будущем с учетом сечения, тяжести оно могло пролезнуть. Счетом сечения было рекомендовано потом проложить... Совершенно верно. Хорошо. Такой вопрос. Проект был на данную работу? Проект, технический проект? Что сечение кабеля такая, какие-то нагрузки? Вообще... Ростехнадзор в эксплуатацию сдавался этот объект? До 15 кВт никаких проектов не предоставляется. Киловатт мощности. Но только там не 15 кВт. Вы сейчас только что сами сказали, что там гораздо больше. Сейчас было несколько участков, но на тот момент нет никаких проектов не было. То есть, правильно я понимаю, проекта никакого не было? То есть, вы утверждаете, что технологическое присоединение к сетям вот этой ДНП-кола существовало, на момент подключения никаких замечаний не было. То есть, выделили подключение, подключили, должно все работать. Правильно, как тут? Ну, в принципе, на вопросах. Продолжение следует...